Странно вообще происходит всё Вот она, да Правда не сначала, к сожалению, был дроп Но у нас игроки тут даже в феодал не апнулись Так что серьёзных проблем, я думаю, это не возник Это не создаст Итак, наконец-то мы можем посмотреть, кто же участвует в нашей команде И с нашей стороны Ну что же, на левом фланге находится у нас Кельт Стики Фингас И у него в покете Викинг Вик Вариор Ещё один покет, это украинский игрок Классик Про Представитель клана Инвизиблов, так же как и Стики И, наконец, Тефтонец Иван Хамстер Хотя он ещё так же известен как Крейзи Хамстер Победитель турнира Остров Сокровищ, недавно прошедшего у нас Счёт-то поправь, Вейди, кстати говоря, ты прав Счёт я забыл Название не забыл, а счёт забыл Ну, название кланов и команд Итак, против них играет клан Сида Сида у нас, это Бэтбой Кситин Кситин Икс Икстин Элевантин А фиг его знает, Кситин будет Кситин и Ситин Кутатахоа Тоже из клана Сида И, наконец, Викинг Сида Хеван Как-то так Ну, можно, я думаю, отключать уже упрощённую световую систему Хеван у нас играет против Стики Кельт против Викинга С этой стороны у нас сражение будет происходить Бэтбой Византия против Тефтонца Крейзи Хамстер Он Крейзи, кстати говоря, очень открыт И вообще очень близко расположены оба игрока друг напротив друга Поэтому сражения тут не избежать И будут действительно они довольно неприятны Ставится у нас здесь Казаром Причём очень активно её Крейзи ставят Потому что противник-то уже идёт в атаку Вот они идут, менты И вот менты сейчас будут наводить Некоторый такой шухер Потому что сейчас у нас появится третий мент А его драж уже готов И сейчас пойдёт атака Давайте глянем за Крейзи Хамстера Что у нас здесь будет происходить Ну, что же Крестьяне у него идут в атаку Он, похоже, хочет какой-то форвард запилить Где-то с этой стороны, похоже То есть, судя по тому, что я вижу Но это рисково Это очень рисково Играет он за Тефтонца Ну, Тефтонских штормов я что-то не припомню Так что, похоже, это просто какая-то Собственная разработка Выбить противника Бэтбоя будет здесь Ну, не очень легко Надо отбивать ему будет все три леса Тогда, чтобы действительно создать проблемы Но может попробовать и золото выбить То есть, вот тут вот В принципе, оно Да, тыловое Но при желании его можно тоже Изничтожить Касательно драша То драш у нас здесь устраивается И он действительно создает ощутимые проблемы На экономике То есть, мы видим, что крестьяне начинают Немножко подтупливать С этой стороны, между тем Хевен заводился И чувствует себя более-менее неплохо Ну, а тут я слышу сражение Да, драш на драш происходит битва Мы видим, что Кельт Стики Финглс у нас пока что довольно открыт Но зато он явно готовится К переходу в замки Прямо сразу То есть Что-то мне очень сильно Хочется упомянуть Именно Фаст Касл По-моему, он тут будет Ставится между тем башня Подходят Подходят менты И вынужден отступать Бэтбой Ну, кстати говоря Вот эти ребята Менты Бэтбоя Здесь все еще действуют Заметьте, как все печально с лесом То есть Раз, два, три Четыре Семь крестьян на лесе Восемь Но большая часть из них Где-то далеко Какая у тебя любимая цивилизация? Китайцы Они очень прикольные Такие разноплавные ребята И у них очень классный И, ну, в некотором плане Имбовый юнит Итак, я вот думаю, друзья Знаете, что мы можем сделать еще? Я думаю, что можно добавить флаги Чтобы народ знал За кого болеть И кто вообще Кто вообще Кто играет, а? Итак Где это у нас? Вот они, флаги Вот Сиду вообще менять не придется Адвенчерс Это, разумеется, российский флаг Окей Люблю китайцев У меня вечный дисбаланс Но это по-разному бывает Это, знаешь Как говорится Раз на раз не приходится Но Вначале действительно Старт за них противный Но пост-импы И импы За них очень классные Там тебе и И чукану И верблюд И пики И засадочка И бомбарды В общем, очень классная цивилизация В этом плане Дарк у них Поматут и прав У них действительно Он хардовый Так, Сиды добавляют Уже казарму С этой стороны у нас Менты Крэзи Хамстера Кстати говоря Наносят урон Серьезный Бэтбою Пытаются как-то Попробивать Юнитов Но пока что Да, минус один Уже минус два Получается Ай, Крэзи 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 Ох, чуть пыл Не потерял Юнита Все равно пробили Очень сильно Не, все-таки убивают Одного Вот юнита Он потерял Буквально на ровном месте Очень активно добывается камень Что меня несколько напрягает Посмотрите Сколько крестьян У нас Семь крестьян на камне Такое количество крестов Оправдано только тогда Когда вы их собираетесь Ставить замок Но замка я тут не вижу Я вижу только Я ничего каменного не вижу Я вижу только То, что крестьяне Воспользуются тем Что Крэзи Хамстер Не закрыл Эту вышку И в итоге скоро будет Снова выход на голд Заметьте, что у Стиды Бэтбоя Здесь на форварде У нас находятся Оба еще Золота То есть тут все не очень хорошо Ну а здесь у нас завол Практически полностью От Хевена Стики, впрочем Тоже не особо торопится воевать То есть он поставил казарму Больше я пока что ничего не вижу Что меня, если честно Несколько напрягает Потому что даже нету А не для перехода То есть А, не, вот он уже Просто на юге ставит Ставит два стрельбища И кузницу Активно, активно Пытается развиться Добавляет более того Даже парочку камней Ну вот это, кстати говоря Лишнее, мне кажется То есть можно было отбиться И с помощью здесь Чистокола Ну просто-напросто Чтобы потом Не бегать за камнем Когда надо будет Ставить таун-центры Тут у нас между тем Восемь крестьян Восемь крестьян На форварде Зачем Крейзин Я не понимаю То есть Восемь крестьян При популяции 24 Это третья экономика Сейчас занимается Вилварами Ну, может быть Есть какой-то Сакральный смысл В этом Но я считаю Что это перебор И слишком серьезный Который Который просто-напросто Может не оправдаться Учитывая то Что у нас Ксетин Уже Уже в шаге От того Чтобы перейти В замковую эпоху Ну, это риск Это риск Классик, правда Тоже уже в замках Скоро будет Он будет первее Так что ждем от него Коней Он, правда, будет играть В две конюшни Нет, в две Все в порядке И будет у нас Естественно Пытаться помочь Своему флангу Еще одна башенка Ставится Ну, чемпы здесь По-моему, умерли И вот тут у нас Идут башни Уже похожи на Крэйзи Хамстера Вот это вот, конечно У него фейл То есть он до сих пор Никак не начал воевать Траш у него Здесь не очень На мой взгляд Хороший получается Потому что Ну, не удается он Просто не пошло Он слишком поздно идет 16-ая минута Уже должно стоять Несколько башенок Здесь пока что Мы видим только Одну единственную Но здесь можно уже Добить этих ребят Ну, естественно Заволы То есть Заволы Тоже отменять не стоит Потому что Вот сейчас получается Что с двух сторон Начинается нападение Бэтбоя С этой стороны идет Питок крестьян Ставить на лес Какую-нибудь гадость А с этой стороны Врывается у нас Пачка скермов Которая, естественно Ничего толком не сможет Сделать Но это довольно неприятно Айдл 13 юнитов У Крэйзи Хамстера Так, слушайте Он как-то умудрился Спалить эту Эту башенку И начинается Здесь уже битва Вокруг этой башни Луки-Стики Копятся У него их пока что Не особо много Но он у нас Зато Уже в замковой эпохе Так что это будут Арбалеты Арбалеты Все-таки Это вещь Довольно-таки Приятная Касательно Хевана Он уже в замковой эпохе Играет за викингой Поэтому у него Гораздо более сильная Экономика Нежели у Стики Это, естественно Печально Ну вот о чем я и говорил У Стики сейчас не будет Хватать на еще один Замок Да, ему приходится Просто отправляться на камень Мелочь, но все-таки Довольно неприятная Конечно, у него и так Не хватает дерева даже На вторую ратушу Нет у него такой цели Чтобы Эту самую Чтобы Эту самую Третью ратушу Поставить На мой взгляд Нет цели Далее Тут у нас идут Ну какие-то опять Феодальные воинства На Крэйзи Хамстера Подходит уже Подкрепление от классика Очень, кстати говоря Своевременное И он уже просто Начинает выбивать Вражескую армию Правда тут еще и пики есть Что, естественно Тоже несколько накладывает Отпечаток на сражение Потому что Приходится отступать Даже феодальные пики Они какой-никакой Но урон рыцарям Тем более без апов Наносят Я думаю, что все-таки Крэйзи нужно Побольше заволов Здесь было сделать То есть вот сейчас Он очень уязвим По-прежнему То есть буквально Пачка юнитов И он труп Ну, по крайней мере Трупы его ребята Здесь вот А вот здесь у нас Рыцари воюют Довольно активно Правда Воют они под башней Что, естественно Несколько Портит общее впечатление И в итоге Они сейчас здесь рискуют На самом деле Подставится Да, очень неудачно Ксетин здесь Перенимает бой На севере мы видим Что уничтожаются Юниты Хевена Очень неплохо Наши идут На данный момент То есть Играют они Явно от обороны И удается Пока что Разбивать Все войска Которые приходят сюда В атаку Итак Ну вот Подставляется В этот раз Уже Как его еще раз Кутатахуа Вот такой вот Кутатахуа Взял Да и Как-то не очень хорошо Стартанул Много пик уже Понастроил Бэтбой То есть у него здесь Действительно Очень серьезная Феодальная армия Добавляет он еще и тачку Крэзи между тем Умеет популяцию Всего лишь 30 виллов Что естественно Не очень хорошо И ему нужно Как-то реабилитироваться То есть экономику Ему нужно развивать Заново И мне кажется Камень ему тут уже Ну практически не нужен Разве что на заволы Опять же потратить Ну или на башенку Почему бы и нет По апам Есть уже первая броня Здесь Ксетин пока что Первой броней Похвастаться не может Византия Играет у нас Против кельтов Но у обоих Нету седла Поэтому у всех У обоих будет сотня Всего лишь сотня ХП Чуть не сказал брони Итак Далее мы видим Что варьер Преследует Своего оппонента Тут у нас остались Некоторые Немногочисленные рыцари Ну а тут у нас Довольно мощная Пачка стик Единственное Меня несколько расстраивает То что он не идет В атаку А просто копит войска То есть вот это На самом деле печально Я бы хотел его увидеть Уже в наступлении Попробовать Хотя бы Чтобы он хотя бы Попробовал Как-то Устроить штурм А то противник Просто будет знать Где искать И где ждать Вражеских арбалетов У себя на базе Они стоят Вот они пожалуйста Тут еще одна башня Поставлена Ой трэш Ну а зато Здесь вырезаются Кстати говоря Очень удачно Крестьяне Бэтбоя на золоте Практически У него здесь Никого не остается Мы видим что Еще минус пачка Здесь у нас Кстати говоря Пачка еще Классика Бегает по территории И В принципе Неплохо себя Показывает Итак Отходит Отходит классик Вырезал крестьян Теперь у нас 32 юнита У Бэтбоя И он В такой же Плохой ситуации Как Крэзи Хамстер На самом деле Теперь Снова начинает Пропускать Под башнями Удары Юнита Эксетина Все таки много Пик Нужно их чем-то Контрить Доброе утро Семка Рад видеть Пик много Но кстати говоря Их Зря Классик Мне кажется Боится их То есть Можно убивать И таким образом Их убить сейчас Пока они не стали Замковыми И таким образом Еще и разбить Бэтбоя Заставив его Вкладываться По новой В армию Пока что Он этого Правда Не делает И решает Ага Он решает Пойти в атаку У нас На рыжего На желтого игрока Не рыжий Это он далековато А вот желтый Самое то Взять и ударить По нему Хотя экономика Очень компактно Расположена Все прикрыто Таун центрами То есть Какой-то серьезный Урон Я не вижу Где-то Можно наносить Продолжается Завол между тем Ио Бэтбоя С этой стороны Ну а тут У нас Уже наконец-то Идет в атаку Наша команда Отряд Варьера Плюс Отряд Стики Вот здесь Очень мощная Связка Варь и Стики Я надеюсь Что они здесь Хорошо сумеют Отыграть Вьетнам Без бакта Трел Привет Да Вьетнам прислал Четыре команды Вьетнам Леджинс Это как раз-таки Самые крутые Ребята В том числе И Бакт Хотя Который по идее Вообще в Тайронтах Должен быть Но нет Он послал Тайронтов Куда подальше И пошел В составе Своей команды На турнир Есть еще у нас Команда от клана ВНС А вот есть еще Команда От клана Сида Я понятия не имею Откуда эта команда Взялась Ее раньше нигде Не было видно И слышно Но посмотрим Что у них получится Все-таки Продемонстрировать Пока что они играют С российской командой The Adventures Итак Добро пожаловать Яуз Рад видеть тебя Итак Залп еще Но вот То ли кольца То ли баллистики Но чего-то нет Тем не менее Какой-никакой На урон нанести Удается Далее Атака идет От Бэтбой Бэтбой уже напоминаю В замковой эпохе Крейзи у нас Только нажал Ап И вот Да Делается ап На пике Вот почему я говорил Что надо было Делать это раньше И только сейчас Ставится у нас Здесь Стрельбище Вот это тоже плохо Вот этот Крейзи Конечно Маху дал Ну и Стики Просто-напросто убегает Вот Ой не Стики А классик Я считаю Что зря он здесь Убегал Зря он здесь Убегал То есть Все-таки Копейщиками Надо воевать Против вражеских Копейщиков Пока они были Феодальные Потому что Такое количество Понятное дело Что противника Будет апать Здесь пока что Небольшие рейды По экономике К части Нашим Игрокам Удается им Сохранить Свою экономику То есть Вот экономику Они защищают Очень хорошо Очень качественно И добротно И это Им позволяет Довольно неплохо Рейдить Даже противника То есть Пока что У нас Наши Именно в плане Рейдов Неплохо себя показывают Но почему-то Лидирует у нас Сиды Че такое Why So Serious Ну они Не так Не сказать Чтобы эффективны Heaven у нас Чуть более эффективный Он убил 23 юнита Где-то идет Жараф сейчас А вот где Вот где у нас Поймали Несчастного Несчастного Стики Как же так Блин Почему он не стал лучше Почему он не стал в озеро Эх Спасибо большое Ялз Так вот Почему он не стал сюда Здесь можно было Принять бой Гораздо лучше Или может быть Даже здесь Вот здесь вообще Даже горка была То есть Очень неудачно Принял бой Я надеюсь Что все-таки Наша команда Будет просматривать Эту запись нашего стрима И будет мотать себе на ус Что и как Мне лично не понравилось В их сражениях Вот эта вот пачка Она мелкая Она мелкая 7 пик Ну 7 пик Надо ее как-то убивать уже А то она ее реально достала Объединить Не знаю Просто мощным ударом За счет мяса Додавить эти пики Они все-таки Все-таки пики Если их столько же Даже если столько же Сколько кони Они не размениваются Один к одному Они активно умирают Они все-таки Ребята слабые Хоть и наносят Мощный урон По коням Сколько Плюс 40 кажется Бонус Не плюс 20 наверное Скорее плюс 20 Так ну вот Просто-напросто Идет атака Наконец-то Наконец-то И ребят поймали Вот видите Два коня умерло Сейчас третий Наверняка Упадет Где-нибудь Нет Даже третьего коня Не умерло И вся эта пачка Уже мертва Вот о чем я говорю Отличное Вполне Завершение И уничтожение Этой армии Но можно было Это сделать Гораздо раньше Между тем С этой стороны У нас Поредевшая армия Стики идет И плюс к этому Еще отряды Викварьера Викварьера В принципе Ну вот седла Нету Викинг против Тевтона Понятное дело Будут проигрывать И накидываются Накидываются На луков Друг друга У нас игроки По-моему Вот здесь У Вара Чуть побольше 21 на 21 Здесь у нас соотношение Варьер здесь Слабее априори То есть Вот это вот Плохо конечно же Хотя смотрите Решает Кутанахо Отступать Интересно Полвора с каменной Забеги И пик Контрит скирмами Да Скирмы имеют Неплохой Ну Скилл По уничтожению Понимаешь Чисто для того Чтобы уничтожить Пару пик Делать Скирмиши Это невыгодно А так Да Скирмиши Отлично Контрят Этих ребят Это в принципе Вполне логично Зря устремляются В преследование На мой взгляд Вариор Потому что тут уже Понятно Делать до сека Не будет А ну это понимает В принципе он тоже И отступает Вполне вовремя Арбалет здесь остались И эта битва Оказывается за нашей Командой В этом направлении С этой стороны У нас сражения Будут между Хивеном и Классиком Скирмиши умирает Вот поэтому Скирмиши очень Ситуативный Юнит Расс И их нету Наконец-то Мы видим Что хамстер У нас уже В следующей эпохе Начинаются битвы Здесь Завол Сделать он Правда не успел Но зато Мне кажется Что зря сюда Ксетин приходит Потому что У него здесь Ну его поймают Его поймают И его уничтожат То есть здесь Явно Коней уже больше Тем более По моему Ксетина много Пробитых юнитов Хотя может И у классика Столько же Я не знаю Продолжается Сражение С этой стороны Очень такие Бесхитростные И активные Битвы То есть Никто там Не бегает По краям Честные И серьезные Битвы Которые Удается Сейчас по моему Даже Выигрывать Варьер Здесь Ну блин Только Конюшен Сколько Зачем тебе Столько Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Конюшен Зачем это Поставлен Да Конечно Тикание Может быть Быстрое Но это По моему Что-то С чем-то Стик Апается Вмпы Классик Апается Вмпы Вот такой Иксетин Тоже Апается Ох Вот это Плохо То что Варьер У нас Будет Без Юнитов По факту Так Подходит Сюда У нас Согговорящие Арбалеты Хавана То есть Варьер Будет Без Апл Юнитов Его Слингуют Кого Именно Кого Это Там Слингуют Никого Не Слингуют Расслабься Вон Видишь По Нулям А тут Уже Имповые Арбалеты Когда Это Успел Хэвен Да уж Не кисло Не кисло Но он Уже Вмпах Оранжево Не Слингуют Может Будут В будущем Но пока Что Нет Вот Сам Видишь Слинг Он не так Часто Используется Как Ты можешь Подумать Но И это Не тот Случай Значит Просто Нет Смысла Вот Я О том Жил Нет Смысла Смысла Нет То есть Обычно Ограничился Шестью Конюшнями И то Когда У вас Уже Все Вау Экономика Все Просто Шикарно И Уже Тогда Можно Говорить О чем Подобном Так С этой Стороны Идет Врыв Со стороны Импер Имперски Развитого Хэвена Да Это Плохо Стики Подбивать Сейчас Будут Он Много Очень Юнитов Насливал То есть У него 46 Юнитов Погибло Зря Они Все Так С Варом Пошли Куда Вот сюда Где Там Это Было Вот сюда Ваши Пошли Очень Зря То есть Во-первых Бой был Не очень Скаймон Привет Утром Да теперь Я говорю Регулярно Утреные Стримы Потому Что Вечером Учеба Понятно Как Говорится Утро Вечером Мудренее В плане Стримов Тут же Начинает Ставиться Замок Закрепляется Довольно Серьезно На территории У нас Игрок Варьер У нас До импов Пока что Далековат На самом деле Что естественно Создает Проблем Потому что Тахо Уже В импах А Варьер Даже не Нажал Ап Зато Здесь у нас Есть Анагра И пики То есть В принципе Может Сейчас Воевать И Такая Боевая Закончился Тайвент Верс Кроу Я думал Этот матч Постримить Поэтому Не уверен Что скажу тебе Эту информацию Надо убивать Крестьян Замок Поставлен Черт побери Черт побери Вот надо было Убивать Крестьян Потому что Была такая Возможность Но там Знаешь Там все Предсказуемо Было Ивлинс Битва Продолжается Очень активная В центре Оу Ксетин Еще идет В атаку На классика Вот это Вот неприятно Вот это Вот очень Неприятно Более того Тут у нас Еще есть Имповые Орлебарды Что в войне Неприятно Ну и теперь Нужно что-то делать С этим замком По идее Можно требо ставить Уже заказывает Их все верно Стики Здесь поступает Абсолютно правильно Надо только думать Что делать с арбалетами Они очень неприятно Сейчас развиваются И развивают Наступление Эта атака Тоже Продолжается Тараны Плюс Пики Контрит Практически Нечем Византийцу Хотя у него Действительно Дешевые Дешевые Скирмеши Есть По идее И пики Но он в них Не выходит В них Должен по идее Крэзи Хамстер Выходить А у Крэзи Хамстера Военный лимит 18 юнтов Но где они Я не знаю То есть Вот серьезно Я не знаю Где Вот тут у нас Пачка арбалетов Небольшая Но она совсем Не там Где должна быть То есть Крэзи Хамстер Нужен здесь Потому что Сейчас классика Просто начинает Проносить Вот этим вот Очень мощным Кельтским рашем Тараны Плюс Пики Из-за конным Цивилизациям Очень легко От этого раша Отлететь Что собственно говоря И происходит И наши пишут GG Увы Но они Капитулируют Действительно На всех направлениях Стало все Одинаково Паршивенько Итак Давайте посмотрим Достижения 1-0 В пользу команды Сида 1-0 Увы Самый ценный Игрок Heaven Но он там действительно Очень неплохой Рашу организовал Варьер Тоже отлично Отыграл Ну Крэйзи Хамстер Немножко слабовато На мой взгляд Показал себя То есть там он мог И получше сыграть И его луки там Ой как пригодится При контре Вот этого вот Врыва Далее Смотрим Экономическая статистика Ну Больше всего Убил Heaven 98 юнитов Экономическая статистика Дерево добыто 17 тысяч Камни добыто 3000 Стики Но я не увидел У него много Замков То есть судя по всему Не успел поставить Золото вар Насобирал Ну и соответственно Он военных юнитов Там понастроил Рыцарей много Довольно Технологическую статистику И Максимум Крестьянство 148 Ксетина Когда он успел Непонятно И график времени Выходим отсюда Переходим к следующей Игре Вторая игра встречи Домашняя карта Нашей сборной Let's go Итак И это у нас Арена Ох Люблю я аренку Вообще Она Среди российского Комьюнити Очень популярна Это не простая арена Это еще и арена Понт К тому же То есть В центре нужно будет Воевать на воде Ой как активно И ой как отчаянно Составы те же Действующие лица Те же На западе Расположилась Российская Украинская команда Так А есть сетка турнира Да Есть сетка турнира Могу В принципе Кинуть Хотя не Она далеко У меня Слушай Хотя не Вроде как есть На Лови Трель Итак У нас На одном фланге Находится Викинг Классик Про Но лучше бы он был В покете На самом деле Далее Монгол Вик Варьер С этой стороны Следующий игрок Турок Крейзи Хамстер И наконец Здесь Испанец Тики Фингас Ну что же Турок Испанец На одном фланге Ну вот неудачный Очень спаун В этом плане Турок Стоп У нас какие игроки У нас Викинг Турок Испанец И монгол Ну слушайте Ну вот здесь Нужно что-то делать То есть Здесь у нас Игра против Майи Бэтбоя Играет у нас С этой стороны Кто Давайте глянем Это у нас Классик про Ну он конечно Может в принципе Против Бэтбоя Выстрелить Но я даже не думаю И не знаю Сумеет ли он Одновременно И на воду выйти Потому что ради этого Был взят викинг С другой стороны У противника Викинга нет Так что на воду По факту Может выйти кто угодно Потому что Ну практически Кто угодно Потому что Это уже будет Не так критично Испанец Кутатахуа Майя Сида Бэтбой Далее Хэвен Играет за гунна И наконец Монгол Роллс-ройс То есть О Кстати говоря Замена Замена друзья Мои в составе Ксетина Заменили Ну что же Карта Естественно Любопытная Правда Очень многое на воде Решается Такая она маленькая То Ну сражение Довольно быстро Заканчивается на ней И Переходит Все в битвы На суше И воду Кто-нибудь один Занимает Как правило Одна из команд Ну что же Естественно Нужно будет Выедать Такое количество рыбы Чтобы быстрее Перейти в следующую эпоху Это конечно же Важный момент Очень И так же Надо будет Важно Очень правильно Пойти в атаку Правильно устроить Врыв Вообще вот здесь Можно будет Очень классно Устроить врыв Одновременно На двух игроков Попробовать Пойти в атаку И сам Скажем Сюда поставить А пойти Бомбардами Вот сюда И в итоге Таким образом Выбить из игры И спутать планы Сразу двум игрокам Если у нас Например Стики пойдет Рашить А он испанец И он пойдет Я надеюсь Рашить Потому что Это будет Очень классно С его стороны Правда Он играет Против гунной А ну Против гунной Монгола Абсолютно не рашивает Цивилизации Поэтому они в атаку Вряд ли пойдут Скорее всего Будут бумить Здесь тоже По спауну Не очень хорошо У сидов Потому что Смотрите У них Опять же Обе рашивые Цивилизации Находятся На одном фланге Это и испанец И майя Икся Садоки Игроков Выход на воду Уже начинается Здесь у нас тоже Вовсю ставится Один док Два Не Все-таки Два Два дока Точно есть Больше я пока что Не берусь Утверждать Что найду Здесь опасная ситуация Сейчас будет Бэтбой Может подставить А Тайрон Кроу Ты стримил? Нет Я не стримил Тайрон Кроу Блин Слушай Там 10 игр За один день Было сыграно Если хотите Я могу постримить Но Блин Ну это Тайрон Они пока что Идут Очень уверенно По сетке Я уверен Что они там Победили 4-0 Даже не смотря игру Если они начнут Сливать То это значит Что у Тайрон Та что-то не очень Вот то есть Может быть мы посмотрим Какие-нибудь другие реплеи Но это Либо завтра Либо вообще Через несколько дней Вот потому что Я еще не готов Морально Возвращаться К постоянному Каждодневному Режиму стримов Так здесь у нас Остается Кто-то умер Ай Крестьянку потерял У нас Крайзи Хамстер Вот это да Вот это фейл На волке Ужас Ну да Без лума пошел Рискнул И не сумел В итоге Оправдать риск У него кстати Вообще Что-то С нон-стопом Не заладилось Потому что У противников То уже смотрите По 18-17 юнитов У наших Ну что-то По 17 Ну вот Единственный классик 19 юнитов держит У остальных Ребят Какие-то Ну то ли проблемы То ли еще что Но небольшие Айдлы Такое ощущение Что присутствуют Потому что Наши Чуть-чуть Отстают Ну или Все Лум сделали Я даже не знаю Ну вот Классик Например Его не сделал Еще Стики Стики уже сделал Да Поэтому Его толстование Вполне оправданно А вот Остальные Ребята Где у нас еще У нас еще Варьер Немножко Отстает Тоже не ясно Почему А он одного Юнита потерял Крайзи Хамстер Двух Где-то умерился Двух юнитов Слит Труже Ужас Ужас Вот при таком старте Надо было Ребрать Но правда Уже время Все прошло Поздняк метаться Как говорится Заметь Что здесь По три рыбы У двух игроков Здесь у нас По две рыбы У трех игроков То есть Вот такое соотношение Забавное У нас имеется Пока что Только два игрока Вышли с этой стороны На воду Ну это Так Намекает Намекает На некоторые размышления Что будет активная Активная стадия Игры на воде Не такая уж и активная Кстати говоря Заметьте Где овечка заспавнилась Замурована Демонами в стене Демонами рандома Еще кстати говоря Такой момент Что у нас уязвимы Одновременно и варьер И Классик К Рашу Потому что здесь Открытая территория Это уже кстати говоря Контролирует Классик про Он здесь отправил На патруль На патруль Своего скаута Просто-напросто контролирует Территорию Контролирует ситуацию Варьер Приходит в следующую эпоху С популяцией В 21 юнит И слишком ли шустро По мне Так он слишком шустро Перешел В Феодал То есть Роллс Ройс Конечно так же делает Но Оправданно ли Это То есть Да это монгол Да он за счет этого Может тащить Но заметьте Олени не съедены Еще не съедены Овцы съедены Не съедены Только Очень много Крестьян На лесе И Варьер даже Топорик делает Такое ощущение Что он не торопится Вообще В следующую эпоху Возможно Он хочет сделать Фастын То есть У меня такое предположение Тоже имеется Или же Сражение на воде А вот Ну что Да действительно Он будет играть на воде Он будет делать галеры Поэтому-то он И не торопится На оленей Или что-нибудь подобное Он у нас планирует Играть сейчас На воде И кстати говоря То же самое Делает у нас И Роллс-Ройс У Вара Сейчас достраивается Третий док У Роллс-Ройса Тоже Но Вар у нас Чуть-чуть побыстрее Идет в атаку По-моему И сейчас будет уже Удар по Сетбою По-моему Приходится Если только Вар Его конечно заметит Да он замечает Сетбоя И по идее Парочку юнитов Он должен подрезать Успеть Ну или хотя бы одного Так Монгол на воде Да Монгол на воде Ну тут решается Не то кто круче А дело в том Что у кого У кого Лучшая позиция То есть вот сейчас В Покете Из Покета Будет идти атака Вполне логично И неплохо Умирают здесь Практически все лодочки Сетбоя Это кстати говоря Хорошо Потому что У нас таким образом Затормаживается Развитие сетбоя И вряд ли он будет Теперь активно Рашить по земле Ну то есть В любом случае Этот раш будет Не настолько быстрым Насколько он мог бы быть При переходе С вот этими вот Лодочками Придется И уже делает выход На ягоды Только сейчас Бэтбой Плюс к этому Он еще не ел оленей Ну да У него далек Довольно оказывается Ап Более того Тут еще численный перевес Двукратный У нашей команды Даже трехкратный перевес В этом направлении Но с этой стороны У нас тоже есть Некоторые проблемы Роллс-Ройс приводит Первые лодки сюда Нужно прикрывать Свои собственные лодочки Уже просто Обязательно Отходит Классик Между тем как Здесь у нас Варя продолжает Искать вражеские лодки Если он вот эти Лодки найдет Это будет просто Великолепно Три галеры Роллс-Ройса Здесь с лодок Сейчас оленей Постреляют ему Ха Ну с лодок Можно кстати говоря Ну В принципе Особо-то это не случилось Хотя могло Могло произойти Так Вар продолжает Разведывать Но не видит пока что Эту рыбалку Печально это конечно В замки переходят Сида Тахоа И Хеван Это у нас Гун И Испанец Это испанец опасно Что переходит уже в замки У наших пока что Никто переход не нажал Здесь лодки убегают Ооо Прибегает еще и бэтбой Да уж Нашим тоже вырезают лодки Очень активные сражения Именно морские Происходят здесь Наши стараются Сохранить по максимуму Воду Заметь что стики На воду практически не вышел Только один док поставил Что у него по камню Добывает он камень или нет Нет Камень он не ест Хотя играет за испальню Что если честно На вылет Наталкивает меня На определенные размышления Так Здесь у нас умирает скаут Все таки Таки умирает Варьер здесь творит Какой-то трэш Но похоже не доконтроливает Просто-напросто Воюет полностью на воде Камень Камень у нас тут Никто не ест по-моему Да Здесь по крайней мере Уж точно не ест Здесь тоже никто не ест Иван Кредихамстер активно Поедает камень Вот он как раз таки Может устроить врыв За турков Может попробовать Устроить врыв Но у него будет Очень-очень Много ответственности На него Ложиться С таким распределением Игроков То есть ему нужно будет Успешно проражить противника Здесь у нас прессинг идет И похоже Роудс-Ройс единственный Кто имеет На воде хоть кого-нибудь Хоть каких-то юнитов Да, похоже единственный Но вот здесь еще есть парочка Галер и все И больше никого нету На камень опять же Смотрим На камне у нас есть На данный момент Испанский У него мало юнитов на камне То есть он не особо-то активно Развивает это все Направление И явно не планирует Как можно быстрее И как можно активнее Пойти в атаку Итак Прижимают сейчас Роудс-Ройса Минус еще одна лодочка Минус вторая Ну что же Только у классика Лодки остались Нет И что Вара вон еще Пачка какая Но у классика Действительно очень много То есть За викинга Он отлично здесь отыгрывает Проблема в том Что он уязвим Получается Он может быть уязвим От раши И он этого реально боится Он начинает делать Аванпосты Чтобы не дать противнику Внезапно себя пробить Он даже делает Еще и большой завол новый И вновь И вновь И вновь Заволы И новые стеночки Ну что же Неплохо Неплохо Вода Считайте Уже за нашей командой Потому что Отыграть такое преимущество Будет очень сложно Сидом С этой же стороны Мы видим Что готовится Замок Все таки есть Он все таки есть Вышка слишком далеко Ставится Поэтому Ничего здесь не получится Как он заметил Стойте Как он Как-то он заметил Я не знаю Как Ни к чему Не обязывающая Башенка И тут нужно Я думаю Выламывать стену В принципе Появляется Первый конк Выедаются Еще и олень То есть Стики пытаются Устроить И навязать Действительно Активное сражение Картографию делает Роллс-Ройс Стрелу между тем Делает варьер Но тут вот еще Пачка галер Имеется Пачка галер Но это ладно Так я про рыбу После боев Оставались лодки Только у классика А потом уже Авар потом уже достроил Ааа Вот ну что Ну классик здесь В принципе неплохо Так рыбу контролят Заметьте что здесь У нас Крэзи Хамстер Добавляет свой Собственный замок То есть он Пытается тут тоже Пойти в атаку Выход на рудник От сет боя Ну в принципе знаете Ну посмотрим что случится По идее Должно все быть Очень неплохо Дальше На севере Добавляются новые ратуши То есть Хэван Делает упор на экономику И в принципе Ну ему могут Попробивать эти Попробивать здесь Территорию Отчасти Вообще я бы сделал Две бомбарды И пошел бы на Монгола То есть здесь уже Ловить по моему Особо нечего Хотя это естественно Не знает у нас Пока что Пока что игрок И я слышал Монастырей от Хэвана Да вот То есть он будет Перевербовывать противника В принципе вполне логичное решение Потому что Конки довольно Ветреные ребята И перевербовывать их Одно удовольствие Так док здесь ломается С этой стороны Пока что идут просто Танцы на воде По идее Классик может уже Пойти ломать доки А с этой стороны уже Ну Вар сам разберется Почему бы и нет Сет боя Переходит в замку эпоху Классик про тоже Переходит в замки Ну Классик сюда пока что Прибегает У наших Есть рыба Это неплохой бонус И буст по экономике И я Хочу верить Что Его Наши сумеют Использовать С возвращением Денис Забегают Конки Ну вот о чем я и говорил То есть тут Три ратуши И довольно сложно Вот здесь Вот куда надо бежать На север На север Все выше и выше Нет убегают ребята Ребята убегают Можно попробовать Хотя стойте Нет возвращаются Но рисковать естественно Не будет у нас Стики То есть Идти куда-то Вот сюда В атаку Это очень авантюрное решение Было бы А вот и монахи Подъехали Перевербовка Второго интересно Захватит Нет не захватили К счастью То есть только один Один здесь захвачен И вот смотрите Делается второе Из-за вола Траус-Ройса Сломались Седоки С этой стороны И врываются Янычары И тут То есть наступление Идет уже по двум Направлениям По двум сторонам Здесь идет револ Камень отбит Но в тылах по-моему есть Должен быть еще камень Да Камень дополнительно Еще есть От игрока Видит ли его Да Видит он скорее всего Вообще можно просто Ломать ратушу Теперь бесхитростно И спокойно Брать И ломать ратушу С помощью Янычар Это вполне легко Можно сделать И особо больше Не париться Так Здесь у нас продолжает Падать вышка Ууу Падает у нас Конкистадор Не удается пока что Стики устроить По-настоящему Активную атаку А не далеко ли Хамстер залез В смысле Недалеко ли Нормально Нормально Ну да Он пошел отсюда Но понимаешь Тут две рашевых цивилизации Испанец И турок То есть вдвоем На этом фланге Они не должны играть То есть понятное дело Что он пошел вот сюда Чтобы именно Пойти в атаку С такой точки зрения Можно кстати Попробовать отбить По-моему Вот это золото Вынудить противника Таким образом Куда-то еще пойти Активно добывается камень У нас монголом Ну то есть Понятное дело Монгол будет играть Как монгол Монголом быть По монголье быть И так далее Кринсталлс Привет Во сколько обычно Начинают стримы Или как отслеживать Есть группа вконтакте Можешь подписаться Будут тебе уведомления Приходить Приветствую Fallen Templar Привет А здесь что Тараны с катами запретили Тараны с катапультами А зачем Зачем Пока что Они дорогие Понимаешь Знаешь что они дорогие То есть Смысл с ними воевать Пока что я не вижу То есть Янисов Катапульты не убивают Конкистадоров тоже Тараны Атакующим Делают дорого Это и невыгодно Пока что Так отлично Готовится высадка От классика То есть сейчас будет Врыв уже Непосредственно К монголу На базу Отбивается действительно Золото Замковые уже Галеры имеются То есть Ну контроль карты Уже можно назвать За нашими Ребятами Ставится здесь Инженерная мастерская Между тем Но единственное Я думаю что тут Нужно уже Готовиться К атаке Боли Боли Ну не знаю Как назвать Эко Привет Я играл в них В пятую Кажется часть Но Не стримлю Нет Не было у нас Пока что Трансляции По этой игре Итак Высадка Случилось Не случилось Где они там Вот они Да Янисы есть То есть Можно тоже Сносить Во-первых Сносится Смотрите сколько еды Сносится Почти все фермы Сейчас будут не работать Если у нас здесь Крэйзи куда-нибудь встанет Все таки Я не пойму Почему он так упорно Не хочет пойти Идти в атаку на ратушу Вот не пойму я Почему он не идет В атаку на ратушу Ставится замок Конечно Это хорошо Но Кутутахо Уже Уже Готовится К переходу В имперскую эпоху Что может и устроить Неплохой камбэк Что он готовит Конюшни Ну в коней идти В принципе неплохо Правда Янисов Если будет много То они и коней разбирают На изи С этой стороны Ставится Еще один замок От Стики Но отменен К сожалению Отменен К сожалению В от Стики Все сыпется То есть У него пока что Не удается Никакая атака У него по экономике Мы видим Что синий игрок 59 Стоп 59 юнитов Всего Вообще Кстати говоря Для трех ратуш Это довольно таки Слабенький показатель У Стики Того же самого 60 Он убил 13 юнитов Потерял 12 То есть Ну В принципе неплохо И добавляется К тому же Еще уже И осадка У него А ты кампанию Проходил На стрим Нет Зачем Все и так В нее проходили Это мало кому Интересно Итак Где у нас Янис Один Янис Тут стоит Блин То есть Нужно Лучше Как-то Их Распределять В принципе Они постоянно Нуждают бегать Туда-сюда Влево-право Игра Юнитов Отменяют Даже постановку Казармы Что весело И прикольно Ну и По мелочи Подрезают Крестьян А здесь По идее Если Снесли бы Хевена Побыстрее Там Может Было Уже Гораздо Быстрее Все Выравнивать Так Снова В моде Раньше После школы Играл Только ВОЕ Ну Почему бы И сейчас Не повторять Это пройдется Не после школы А после работы Например Благо Есть где играть Благо Новые дополнения Кстати говоря Еку Выходят Так что Тут тоже Все довольно таки Классно Итак Ну вот Подрезаются Здесь Высадившиеся Ены чары Меня несколько Тревожит Ипы То есть У нас Смотрите Стики Крейзи Будут С некоторыми Задержками В импах Тут Хоу Уже В импах Он будет Естественно Сносить Этот замок Довольно Активно Плюс К этому Он сейчас Будет готовить Уже Выход В коней Заметь Что он Только сейчас Правда Казарму Ставит То есть До коней У него Еще Пройдет Минут 5 10 Ну не 10 Ну 5 Да уж точно Пройдет Прежде чем Мы увидим Более-менее Вменяемую пачку Очень активно Естественно Рыба Выедается То есть Это Довольно Важный Момент Роллс-ройс С популяцией Играет 77 То есть Он вообще Выбит Из игры На мой взгляд У него Ничего Не получается Здесь И ему Продолжают Даже домики Подламывать Ну а здесь Стики Добавляет Свои собственные Казармы То есть Будет Контрить Я так понимаю Вражеских Юнитов Это правильное Решение Я его Одобряю Оригинал АОЕ Вышел В 2007 Году Дополнение Все равно Добавляет Оригинал АОЕ 2 Вышел В 1999 Году Денис Так что Сори Но как бы Ты не прав А в 2006 Вышел Вышла Третья Шумпайрс А в 2007 Наверняка Может Азиан Династия Дополнение Максимум Итак Тараны Плюс Анагра Очень мощная Такая пачка Здесь имеется Правда Тут пара Анагров Серьезно портит Общую ситуацию Общую картину Можно высаживаться То есть Сделать выставку Куда-нибудь Вот сюда По тылам Кстати говоря Смотрите Кавалеры Котовятся Ох Ё-моё Ох Ё-моё Вот здесь Кстати говоря Все довольно-таки Печально Интересно Классик у нас Теперь на Слинг Играет Или что А то я не вижу Что бы он Давайте проверим Да Классик играет На Слинг Отправил уже Сколько там Больше 7000 А кто-нибудь Кстати говоря Из вражеской команды Из вражеской команды Практически Слинга нету Вайрер тоже Немножко Послинговывает Там и Вар Классик Слингует Привет Крэйзи Хамстер Рад видеть тебя Так Отлично Добавляет у нас Кстати говоря Здесь Крэйзи Бомбарды Но Вар Не так сильно Слингует То есть Я вообще Думаю Что Монголу По-моему Лучше играть Через Монгудай А не через Слинг Потому что Двойной Слинг Он себя редко Оправдывает Падает Замок Это не удивительно Ничего То есть Тут все-таки Три треба У нас имеется Но здесь у нас Ответный Мув тоже Готовится Опасность Вот это Главное Опасность Главное Это вот эти Ребята Потому что У Крэйзи Нету никаких Апов Сейчас на Янисах И по факту Вот эта пачка Может уничтожить Сейчас всю осадку Которая здесь Понастроена Так Дружно И отчаянно Вообще Кстати говоря Очень уж Много осадки По-моему Даже Легкий перебор Здесь Зачем тапается Ценобитный таран Вот тоже По-моему Лишнее Всего лишь Два тарана И то Которые умерли И хапать Я думаю Было абсолютно Не нужно Ну а здесь Сида Я так понимаю Ждет апа на паладинов Или Нет Он Какой-то так Ох Вообще Ап и порох Зачем-то Неужели Хочет ББТ Отстраливаться Ну Не знаю А тут Сыгаря Пушный голеон Уже Самое время Добавлять Потому что Появляются Первые замки Рядом с территорией Так К сожалению Не удалось Спасти Один из Требов Даже Два Треба Умерло Ой Как плохо Ой Как нехорошо Там Пики Между тем Продолжают Копиться И вот Вот Пошла Жара Вот Пошла Жара И у Крэйзи Хамстера Ровным Счетом Нету Ничего Он теряет Всю Ту Осадку И более того Засадные Тараны Армия Крэйзи Вот Увы Три замка Но явно Они работают Не нон стоп Уж прости меня Но здесь Мне не нравится Как ты отыграл То есть Да Здесь Поредела Конечно Пачка Кавалеров Но Блин Столько Юнитов Уже потеряно И столько Еще умрет Плюс К этому Сейчас Делается Седло Ну Это Ладно Седло Поздновато Конечно Что делать Амьянисы Не нужны были Ну блин Ну тогда Другое Что-нибудь Добавить В большем Количестве Вообще Янисы Они шикарно Разбирают И тани тоже Ну так Чистые верблюда Не до микро У тебя просто Нету верблюда Тут ни о каком микро Речи нет У тебя их просто Не было То есть Нужно было Поагрессивнее Во-первых Чуть играть На мой взгляд Тебе То есть Ты мог Гораздо Раньше Сломать Таунцентр И не дать Замок поставить Ну а во-вторых Ну ё-моё Вот это вот уже больно Это очень больно Я так понимаю Если тебя пробьют То сейчас Здесь будет уже Беззащитный классик Который слингует Удар будет Зато с другой стороны Смотрите-ка Кани-то не осталось Практически То есть сейчас По идее Если будет мощная Пачка верблюдов А я очень надеюсь Что она будет Но крестьян тут нету Крестьян тут нету Делается броня Делается дополнительный ап И так ну вот Идет заблудший Какой-то Ненужный янычар Здесь у нас Заметьте Добавляются еще и Скирмиши Они кстати говоря Неплохие Как против фулкон Ой хороший страйк Хороший страйк Седла тут тоже я не вижу Падает еще один замок Пики плюс Оставшиеся конки Вот такая вот У нас здесь пачка Ну все Очень мощная Маста Пачка таранов Мир пылает Разрушение Убийство Смерти Просто война Значит война Да ты прав И вот у нас уже паладина Крестьяне только идут Ну вот здесь Крэзи Хамстер Конечно завтыкал Завтыкал То есть слишком долго Бэтбой Бэтбой он Ковырял И в итоге дал Посмотрите Что здесь происходит Варьер кстати говоря Добавляет мангу деф Так что я думаю Скоро станет полегче На этом фланге Между тем Здесь у нас готовится Врыв Но так как таранов Нету То атаку Особо проводить Не Некем Появляются Мангдаи с этой стороны Они тоже скоро Будут элитными Уже И теперь уже Сиды Выходят Вперед Так что теперь Возникают Некоторые Определенные Сложности Итак Да Добавляются уже И ББТ Падают Но при таком количестве Таранов Просто Просто нужна армия Очень срочно Нужна армия А там стики Тоже не очень сыграл Ну стики Тоже может быть Не очень сыграл Но Но все же Но все же Крэйзи хамстер Ну блин Вань Ты сам понимаешь Что когда тебя Вот этим вот убивают То это не очень хорошо То есть Здесь у нас Ну стики Я думаю Что ему надо было Просто идти на монгола В какой-то момент А не Ковыряться Вот в эту позицию И долбиться туда И естественно Выходить Добавлять коней Своих собственных Вайрер добавляет Верблюдах Здесь у нас Ну не успеет Уже Крэйзи хамстер Поставить конюшни Это уже очевидно Здесь завол Хоть и обнутый Но он уже пробитый Ну так Крэйзи Понимаешь Ты рашил И ты очень долго Рашил То есть Ты слушай Ты мотай на ус Потому что со стороны Очень хороши видны фейлы И вот например В предыдущей игре Тоже было пара фейлов Которые Ну серьезно Очень Обломали В общем и целом Ситуацию Там Стики Проиграл Довольно серьезно Серьезный Важный бой Ну что же Вот у нас есть Верблюда На Верблюда У нас не фулап Ап на атаку идет Да Ап на атаку идет Добавляются новые Конюшни Все правильно На новых позициях Ну вот Увел отлично Здесь у нас Юнитов Классик И мы видим Что добавляется Несколько Много замков От Варьера И нужно сейчас Добавлять юнитов Все Фиолетовым Да Трэндец То есть Вот почему Нельзя недооценивать Силу таранов Так Ну правда Приходят подкрепления По факту Можно здесь Еще что-то попробовать В теории С этой стороны У нас Идут активные сражения Добавляются Собственные кони Привет сержант Спасибо большое Итак Ну в принципе Знаете Сейчас можно Попробовать Устроить камбэк Пламсы здесь есть Но они довольно слабые Сам ты играешь Нет Еще зачем Но вот опять же Нету осадки У наших Нету никакой осадки Поэтому ББТ Убивать элементарно Нечем Я даже не вижу Чтобы ее достраивали Тут единственная Одинокая Инженерка Стоит и все Правда Справедливости ради Скажу что Не осталось Камня на камне От армии Катаоха Он уже здесь Ну практически Пуст Готовится трейд Кстати говоря С этой стороны На севере Тоже идут сражения Во всем На севере У нас правда Атакуют При поддержке Мангудаев Очень хорошо Здесь игрок Ну и Вынужден Отступать Стики У него пока что Не хватает Здесь Ну Я так понимаю Ресурсов На развитие Что плохо Естественно Что очень даже плохо Ну и здесь Нужно добавлять Осадку Потому что Вражеский ББТ Ничем не убить Кроме как осадкой Как бы сам вижу В чем были косяки И мотать на ус Что надо Был Регина Чар Больше добавлять Против коней Таранов Как-то Такое себе мотание Ну во первых Ты не знал Что там таранов А три замка Ты поставил И зачем Спрашивается Это раз Во вторых Если уж выходишь В верблюдов То их нужно больше И быстрее делать В третьих У тебя была Хорошая позиция Хороший врыв Но янисами Ты дальше не прошел Ты зачем-то ломал Здесь рудник Зачем Если ты мог ломать Уже Вражеский таун-центр И так далее Еще две игры Да Это еще две игры То есть мог Идти ломать Ратушу У стики Ну у стики Там были тоже Отдельные Свои фейлы Свои фейлы То есть Ну вот я Во-первых Считаю Что если он увидел Три ратуши То есть вот эти три ратуши Очень сложно Выбиваемы были Поэтому нужно было идти Я думаю Ломать Кого-то еще И пишется Джи-Джи Пишется Джи-Джи Наши капитулирует 2-0 То есть Вот тут вот вы помните Ворвался стики Пачкой Из нескольких Конкистадоров А получается Что? И что дальше? Три таун-центра То есть Либо встать на какую-то позицию И расстреливать Например фермы Кстати говоря Вот здесь Крэйзи Хамстер Тоже неплохо побегал По вражеской территории Но противника Можно было вырезать Гораздо больше фермы И застопить его Гораздо сильнее Вопрос в чем? Уже Это уже Другие вопросы Успевал быстрее Ломал бы ТЦ И все такое Ну По факту Слушайте Надо было давить Потому что Причем давить активнее Потому что Ну вот когда он У нас Здесь было Давайте Немножечко обратки дадим Так может быстрее Еще как-нибудь Нет К сожалению Нельзя Нельзя То есть вот Смотри Ратуша Ты был вот здесь Вот здесь То есть можно было Прорваться здесь И устроить какое-то Наступление с этой стороны Цель говоря Вот здесь ворваться Можно было еще Попробовать Это ладно Это уже мелочь Это особо не нужно было Долго Долго Будем так смотреть Хотя же 45 минут А мы уже 5 минут Отсмотрели Так Идем 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 И будем следить Ну вот Переход в следующий пух Наши отлично сыграли на воде То есть это У них не отнять Это естественно Все верно Смысл бы лапнуться В мп и давить С пушками и таранами Замка там кстати говоря Не было хрен знает сколько То есть он далеко Не сразу появился Ты там и так Под замком кстати говоря Неплохо так подставился Справедливости ради скажу Так ну вот Битвы на воде Которые мы Мы уже видели Так же как и многие другие Активно добывается камень С этой стороны На камень Выхода нет Совсем нет Кто б тебя взял Извини конечно Денису Кто б тебя взял Это нужно Скилл сначала Накачивать То есть На воде Наши взяли Все отлично И здесь Тут конечно же Никаких претензий Нету И быть не может Далее если мы посмотрим Вот у нас начинает Ставиться замок Да не всегда Не всегда Не факт Так ну вот Успешный врыв У противника Давай посмотрим Ты играешь против Бэтбоя Бэтбоя да Противника Камнем меньше Ну около сотни Вот смотри Врывается пачка Идет Хороший подрез И еще Отличный подрез Удаляются фермы Готовится инженерка Вот Дальше попытка врыва Хорошо Все верно Уход части юнитов Теперь можно идти И ломать И ломать ратушу Вот Вот отлично Стоп Против Нет 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 Все далеко не сразу было То есть ты Ты видишь Что далеко не сразу Противник появился здесь Попытка Вычинивать все И И И Ну а тут да Соглашусь Замок все таки был поставлен Тем не менее Тем не менее Отменяют у нас здесь Яница Вот здесь кстати говоря Подставился не очень хорошо Тем не менее Во первых Высадки можно было делать То есть Вот это вот В ряду не сообразили То есть Высадка вот сюда куда нибудь И уже смотреть Где там противник бегает Это во первых Во вторых Ну тут уже мы просмотрели К сожалению раш У меня завтык был С убийством ТЦ Вот тут вот То есть когда ты ломал здесь То есть можно было Чуть быстрее Это все устроить Во вторых Зря ты здесь Пошел на тараны На мой взгляд То есть вот здесь Смотри у тебя Столько осадки И при этом у тебя Простаивают оба Оба замка Касательно Конюшен То тоже Всего лишь две конюшни Осадка В итоге простаивает Тоже То есть Сделано много Реализовано слабо Наконец-то делаются Бомбарды И вот казалось бы Дело сдвинулось С мертвые точки Но Армии у тебя нету То есть армии Ты практически не делаешь И золота видно Что не хватает тебе То есть нужно было Как-то забалансить Потому что пережор Явный по дереву И не хватает тебе Явно золота И вот конечно Подслинговывают Но Янцев ты уже не строишь Верблюдов Две конюшни всего лишь Ни о каких выходе Верблюдов Тут говорить не приходится То есть тут нужно было Еще штуки Две-три Я думаю конюшни тоже поставить И перебалансить Опять же экономику Три осадки Для пушек Три осадки для пушек Все верно Я имею ввиду Осадки Ты сделал 4 анагра Это ладно Три тарана Были уже не в тем Вот И дальше пошел снос уже То есть дальше пошел снос Боенной армии То есть Сетюнников Ты некоторое время не строил Ну минут 5 уж точно Ни верблюдов Ни иный чар Золота не хватало Нужно было А вот можно играть Мультиплеры Ну да конечно Господи Конечно можно Но не уж диверсию На вугу Ладно давайте посмотрим Что у нас там по достижению Хотя Не интересно Итак 2-0 Становится счет 2-0 И теперь мы Переходим к третьей игре встречи Домашняя карта противника Посмотрим Что выбрали они И Let's go Игра идет 3 на 3 Это далеко не тот человек Которого буду слушать По своим ошибкам Чего же ты говоришь Так себе инфа Ну слушай Тогда уж извиняй Тогда уж извиняй Я говорить не перестану И С моей точки зрения Я считаю что все таки Ошибки у тебя были Причем и в этой И в предыдущих играх И уж Тогда уж слушай Что тебе говорят Другие игроки Потому что пока что Ну не дотягиваешь Не дотягиваешь до топового уровня Это уж точно И Раз не дотягиваешь до топового уровня Значит ошибки есть Значит их надо исправлять Так что Как-то так Ну что же поехали Это у нас Арабия Арабия 3v3 Домашняя карта Похоже Противников Потому что По факту Вы взяли воду У вас был буст по развитию Но почему-то Развитие Преимущества по развитию Не случилось И противник Спокойно отбумел Вот непонятно Так Ты просто называешь Неправильные решения Я называю Неправильные решения Ну знаешь Мне кажется что все таки А что там по твоему Вот надо было сделать Вот почему-то Давай так Давай так Вот ты говоришь Что я неправ А докажи мне Что я неправ Что именно ты хотел бы сделать И почему ты там Ты там слился Потому что Удар был буквально Ответный удар За минуту За 2-3 Все Твоей армии нету Нету ничего Верблюдов много-много-много Где Нету То есть Хорошая пачка янисов По моему опыту Хорошо вставшая Можешь спокойно разобрать Большую пачку Коней Понятное дело Что там тараны Если идут Что яницы не помогут Но верблюдов не было Верблюдов не было Крестьян Ты вел там еще 3-4 минуты И ставил конюшни Пока ставил конюшни Уже все Классика пробили Верблюдов не было Не было Очень долго не было Очень долго не было Все Какие вопросы То есть На мой взгляд Можно было Быстрее Агрессивнее идти Это вот Изначально То есть Изначально Когда есть еда Когда тем более Был Слинг Потому что Тебя вроде как Народ Классик тоже Скидывал ресурсы То есть Можно было Попробовать Как-то пойти в атаку Ты мне говорил Про добавление Янычар Про добавление Янычар Я тебе говорил И в принципе Я считаю Что если Стоит 3 замка Янычары Должны быть Ну хотя бы Более-менее Уменяемой пачкой То есть Там ни апов Ничего на Янисах Не было И все-таки Янисы Спокойно разбирают Большие пачки Если их много Тараны Они не разбирают Это я соглашусь То есть Если смотреть на Тараны То там все Довольно-таки печально С ними Против них Верблюды Ну даже Верблюды Кстати говоря Против таранов Не особо зашли Эффективнее в разы Чем Янычары Но Они все-таки Имеют слабую атаку По Всему Кроме Кроме Непосредственно Коней Итак Расположение наших Игроков Здесь Играют у нас Стики Классик И Варьер Наши расположились На западе Сиды расположились На востоке Счет кстати говоря Я изменил Нет? А-а А да Изменил На севере у нас Находится Монгол Декварьер В Покете Расположился Майя Стики Финглз И с этой стороны У нас находится Гун Инв Классик Про Вот такое вот У нас расположение Далее Против них Играют Похожие Зеркально Такие же цивилизации Монгол Хеван Гун Кутатахо И наконец Майя Бэтбой Ну что же Посмотрим В принципе Довольно-таки Классические Пункты Все замечательно Говорить Так Как надо было Сыграть Я своего Продавил Подрезал Подрезал Монгол Стики 1вс Не смог продавить Он тоже В принципе Нафейлил Нафейлил Но там Я уже говорил Что надо было Ему на Монгол Заметьте Заметьте Ни слова Не сказал Что стики Хорошо Сыграл Или то Что стики Вот бери Пример со стики Нет То есть там У него тоже Все было Как-то Очень Болидольно Долго Хотя По-моему Вы оба По киллдессу Кстати говоря Очень неплохо Смотрелись То есть По убийству Смертям Понимаешь В чем дело Там у стики Такая ситуация То что Конками Давить Ну практически Нереально То есть Конками Без поддержки Когда у противника Уже стоят Таун-центры Там он зря Он зря ковырялся В этой позиции То есть нужно было Менять вектор атаки И идти например Опять же На того же самого Монгола Так что Как-то так Не понял Как скачать Ну Дениса Даешь Там написано Слева Играть Вверху Кнопка Играть На Русооке Все сделано Это гораздо Для пользования Гораздо дольше Я искал Где скачать клиент В Убл Несмотря на то Что там тоже Есть кнопка И я по-прежнему Не знаю Где там Например Тоже самое Эншум Пайрс найти 62 рубля Стоит Покупая Не парься Так он Купил вроде как Уже Хотя хрен его знает Там вроде В КС уходил играть Возвращенные деньги Или что-то подобное Покупать Да можно Более того Со всеми дополнениями В одиночку Неплохо поиграть Постепенно Переходит уже В следующую эпоху Игроки Heaven у нас Монгол на этом фланге Играет против Classic Pro У которого Который гун И у которого Очень открытая экономика Смотрите Он поставил Раз, два, три здания И Больше ничем не заводился Апо Сейчас феодал Heaven будет быстрее В следующей эпохе Довольно больно Аукнулся Классику Далее Далее здесь У нас Мы видим что Монгол Варьер Тоже переходит В следующую эпоху И возможно он будет Даже скаут рашить Хотя до сих пор Казарму мы не видим Но она уже ставится С этой стороны У нас Бэтбой Уже готовит Готовит Драж Видит это Прекрасно Варьер Кстати говоря Он победил Вражеского скаута Это Ему в плюс Но правда Теперь у него Очень пробитый Собственный скаут Что естественно Ну опасно То есть его могут Сейчас эти менты Просто-напросто взять Да и добить Правда этого пока что Не происходит Далее С этой стороны У нас Естественно Ждем Когда Гун будет играть Через коней Потому что Именно это Сейчас и будет Происходить Ну а на этом фланге Меня естественно Интересует Что у нас Будет делать Классик И как он Дальше будет Развиваться Потому что Играет он За Гунна И только сейчас Он апнется В следующей эпохе Скорее всего Это будут Скауты Итак Раз Два Четыре хп Остается На один удар Считайте У Хэвена Хп И добавляется Конюшня Да все верно Классический Скаут Раш Ну а здесь у нас Пока что даже Конюшня не поставлена Как-то уж Очень Лениво играет Хэвен Он делает Ментов За Монгола Ну допустим Монгольский В принципе Для Монгольского Шторма Уже поздновато А для Раши Ну как-то Как-то тоже Поздновато Этимы словами Менты так и Останутся Непрекаянными Или будут Бегать Но уже поздновато Когда уже тут Будет достойная Армия Которая просто Достойно Ответит С этой стороны На севере Мы видим Что Дражбэт Боя Таки находит Находит Кого подрез И Варь И залетает К Варьеру Варь начинает Вилварить Правда Очень неудачно Принимают бой Крестьяне Надо спасать Надо спасать Юнита Эх Не удалось Ну что же Вилвар успешен В принципе Вырезаются все юниты Убежать не получилось Дражу И в итоге Фишка-то в том Чтобы Драж Подбегал Бил Дрался Подрезал Отставших юнитов Вот А если Получается Что его зажимают И он принимает бой То он оказывается Довольно таки бесполезным Что мы собственно говоря Сейчас и увидели Ну что же Здесь у нас Апнуты Ааа Феодраж Ну феодальные юниты Убегают Правда вот крестьян Пришлось отвлечь Еще на этот бой Часть юнитов Пробита Или нет Не показалось Нет Один юнит Пробитый Действительно Есть Остальные Пока что Вполне Живехонькие Вообще У нас Воин Имеет Наибольшую Базовую Атаку Да их По у него В принципе Неплохо Так 45 То есть По идее Со скаутами Он играет Довольно таки Уверенно 4 скаута Могут Здесь Устроить Размен Слушайте Он добавляет Еще воинов По-моему У него даже Две казармы Или мне показалось Не К счастью Показалось Я уже думал Там две казармы Решил Трешачок Устроить Ну что же Менты Прапаны Идут в атаку Кстати говоря Это должен заметить Сейчас классик Но пока что Он этого не видит Не Замечает Готовится Вилвар Фокусится Пробитый юнит Но сейчас Зря он воюет Очень зря Потому что Крестьяне Сейчас Уже гораздо Быстрее Умирают От этих вот Ребят Хотя Тем не менее При поддержке Скаутов Удается Разобрать Все это Шулупонь Поэтому Здесь В высшей степени Невыгодно Я считаю Сыграл Хевен То есть Он здесь Сколько у него было 6 ментов Это у нас Получается 360 еды И что немаловажно Это у нас Еще и 120 Золота То есть А убил Убил он 4 юнитов Это по-моему 1 крестьянин И 3 скаута То есть Он Фактически Разменялся Да даже Не в 0 Гораздо Хуже Он Разменялся Потому что Это Получается У нас 240 еды Плюс 50 290 еды А он Потрасил 360 И еще 120 Золота Сверху Вот такое Вот Забавное Соотношение Ставится Кузница Здесь у нас Бегает на патруле Парочку Пик На севере Атакует Варьер У него уже есть Пачка луков С этой стороны У нас Майя Пока что Предпочитает Отсиживаться За стеной Все правильно Он делает У сетбоя Уже Заказан Ап В следующую Эпоху Он почти Полностью С этой стороны Заволен Вообще Он полностью Заволен Со всех сторон Поэтому Вару Здесь не пробиться Ему надо Отступать Похоже Вот И перегруппироваться Переформировывать Войска Чтобы потом Пойти в атаку Но это уж В будущем Пока что же Здесь у нас Мы видим Что Скауты Неплохо Так подрезают Одного юнита Отвлекают Почти половину Даже Не Весь лес Отвлекают Противника И Таким образом Его Развлекают Далее Здесь у нас Сражения Сейчас тоже Будут продолжаться Но Подходят уже Пики И Ощутимо тяжелее Стики Переходят Между тем В Замковую эпоху Естественно Будет сейчас Клепать Уже Кого Правильно Он играет Зазмаю А значит Клепать Некого Кроме Ну раз Замка Все верно Будут пламсы Будут пламсы С этой стороны Правда Тоже Луки У нас Никто не Выходит В коней Кроме Кроме Классик То есть На классике Лежит Ответственная Очень миссия А именно Взять И выйти В коней Потому что Они нужны Они нужны Сейчас Команде Будут Правда Пока что Коней К сожалению Мы не видим А вот С этой стороны У Гунна Будут кони И они будут Серьезно Напрягать Сейчас на флангах Игроков Потому что У всех троих На данный момент Так или иначе Будет стрелковый Лимит Стрелковый Состав армии И естественно Луки будут Умирать От коней Особенно если У коней Будет замковая броня Арбалеты И вторая стрела От сетбоя И он уже Продолжает Атаку Но правда Он сейчас Идет Феодальными Юнитами В атаку Под горкой Еще к тому же Воюет Очень неудачно Принимает бой В результате Часть юнитов У него оказывается Пробита Умирает Еще к тому же Последней стрелой Умудряется Забрать Сейчас здесь Варьер противника В итоге он Сейчас 5 Против 10 По моему Юнитов Более того Здесь еще без Патруля Юниты идут Ой Сетбой У нас нафейлил Здесь конечно же Дико То есть Сейчас он Преимущество Замка Фактически Отдал И варьер Может спокойно В феодальной армии За счет численного Превосходства Просто идти в атаку И снова В том же самом Направлении У нас Пытается Пытается идти Бэтбой Ну что ж Бедный Бедный парень Так Здесь у нас между тем Скирмыш нарисовался Какая-то башенка В защиту Поставленная Хивеном Боится он за свое золото Кстати говоря Очень важный момент То что противник Поставил башенку Это значит что Он две ратуши Свои сразу Не сумеет поставить Да конечно Тут есть еще правда Выход на камень И вот это кстати говоря Любопытный такой момент Потому что придется Три кристалла Вместо того чтобы работать На более важных ресурсах Вроде еды или дерева Вынуждены добывать камень Что естественно Накладывает Некоторые особенности На экономику Итак Ну что же Скирмыши Скирмыш здесь Окончательно умирает И идут первые пламсы На подмогу К Гунну Классику Про У него здесь Довольно много Скирмов То есть у него Это оттягивает Довольно сильный Переход в следующую эпоху Плюс к этому У него есть еще Парочка луков И он продолжает Их копить Боится и ждет Боится и ждет А где же у врага Врага нету стрельбища Зачем он делал Скирмыши Непонятно То есть серьезно Непонятно Зачем он делал Скирмыши Потому что у врага Нету стрельбищ Вообще То есть у него И у покета И у Что примечательно Фланга Нету стрельбищ Возможно Просто подвела разведка Возможно Не увидел Эту конюшню У нас Классик Давайте проверим Это То есть может быть Действительно Он просто Не видит Эту конюшню Но он видит Что здесь что-то строится Но я не уверен Что он знает Что это конюшня Поэтому вполне Неудивительно То что он здесь Решил так подстраховаться И добавил Скирмыши Потому что ждал Судя по всему Атаки Здесь у нас Между тем Кутатахова Продолжает копиться Здесь довольно много Пламсов Хотя они по-прежнему Не имеют никаких Даже маломайски Ощутимых апов Что естественно плохо Как впрочем И рыцари тоже Но знаете С другой стороны Пламс сейчас будут Брать количеством А не качеством Я так понимаю И лучше сделать Пару лишних пламсов Я пытаюсь Оправдать логику Логику стихи Еще к тому же Он добавил 3 ратуши И на 3 ратуши У него не хватает ферм То есть у него И так сейчас Дефицит еды Поэтому достраивать Еще различные апы Тоже вполне таки Было бы накладно Между тем Пытается пробиться Сэтбой Тут же у нас Феодальное воинство Вариара Вот он по-прежнему Пытается Пытается найти Хоть какой-то О отлично Он апается в замке Но Бэтбой Пытался найти Хоть какую-то Слабую точку В этом Заволе Но не нашел То есть придется Ему сейчас идти в обход А здесь уже у нас С горки Будет принимать его Вариар Или же наверное Вариар даже отступит Потому что ему нужно Дождаться перехода А тут уже довольно много Арбалетов Да Зря Вариар принимает бой Ему надо отступать То есть Причем может было Не Вот здесь фиг уже Пройдет он Но он да Бежит 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 Но кстати Ему долго бежать придется Такими темпами Потому что у него тут Все заволено И нужно либо Открывать заново Завол Либо еще что-то придумывать Сдает он эту Стратежную горку Здесь в центре у нас Был крестьянин Тут почему что-то Хотел построить Но непонятно Что и с какой целью Врываются Врываются у нас здесь Кони Врываются налез Многострадальный Который был Здесь уже были чемпы Теперь у нас здесь Такие у юниты Нужно выбить скаута Ну чтобы противник Ничего не видел Отлично И у нас к тому же Еще остаются Ослепшие уже Подслеповатые Рыцари К тому же часть из них Пробитая Как можно заметить Один если быть более точным Я думал что больше На самом деле Развели все-таки Вара на вышку Чтобы прикрыть золото Придется ему Терек тоже Камень добывать Но учитывая Какой забол он тут Понастроил Я думаю что у него Хватит ресурсов Теперь правда Удар будет идти На стики Потому что здесь-то Ну этот Вар Кстати говоря Подходит прикрывать стики И у нашего игрока В принципе Неплохая ситуация Он имеет Несколько ратуш И все они Прикрывают Жизненно важные ресурсы Так что пробиться К ним довольно сложно Плюс к этому У нас еще и замок есть А тут еще и пламсы Подходят Поэтому я думаю Что сейчас Убивать этих арбалетов Будет просто в удовольствие Добавляется вторая стрела И арбалеты классиком Но опять же Коней нету Коней нет У КТОХов Кстати говоря Тоже коней особо нет Он играет в 4 ратуши Он вообще играет от обороны То есть получается Что он сейчас Будет развивать Сначала экономику А потом уже воевать Кстати говоря Похожая страта Была в прошлой игре У него Он вообще не строил армию Но зато потом Как дал По Крэзи Хамстеру Так в итоге Все и случилось Для Крэзи Хамстера Печально Проблема в том Что сейчас получается Что армия Стоп Армия-то реально Есть только у одного Вражеского Одного Вражеского Солдата Игрока Да Игрока И это армия Бэтбоя Все Больше ни у кого армии нет То есть если наши Сейчас Не поймут То что противник Бумит Причем все они Бумят То наши могут На самом деле Просто-напросто Самоубиться В атаке А противник Отсидится Отбумит Дальше разобьется Ну смотрите Здесь у наших 68 на 65 Наши лидируют 55 на 42 Наши отстают И 43 на 39 То есть по экономике Наши игроки Начинают постепенно отставать Стики единственные Кто сейчас развивает Эко довольно неплохо Вырезаны просто Подчистую все арбалеты То есть вот серьезно Уничтожены полностью Мы даже прозевали Это к сожалению Момент Но это было неплохо Судя по тому Что я вижу Здесь у нас продолжают Копиться юниты Продолжают достраивать Их бэтбой С этой стороны Мы видим Арбалетов И скирмишей Противника Достроены Кстати говоря Еще и башенки На защиту Ну чтобы прикрыть лес Или что-нибудь еще И добавляется ЦА от классика Ну не знаю ЦА добавлять Кони мне кажется Здесь важнее будут Потому что смотрите Здесь у нас Монгол Скоро будет выходить ЦА Ну в импах Импах он естественно Будет выходить В конных лучников Которые называются Монгудаи А здесь у нас А здесь у нас получается Кони нужны Друзья мои Чтобы было максимально Разноплановое комбо Тут у нас Умирают ЦА Подходит еще и Анаграф Со стороны классика Он пытается Устроить Атаку Умирает Крестьянин И можно В принципе Попробовать Через домик Ворваться Да Это и происходит Скорпион Мне кажется По звуку Да Правда Скорпион То ли мисклик То ли еще По какой причине Но Появился у нас Здесь Скорп Делается у нас Здесь такое подобие Тимвола Правда В принципе Не нормальный Тут особо Нейро Вариантов Больше нет Но можно Вот здесь конечно Было поставить Смотрите Вот здесь Тимвол И вот тут То есть это было бы По моему Как-то получше Вот этот Немножко куцый Мне видится лично Потому что Слишком малую территорию Отжимает И тут у нас Еще и скала Вот эта очень неприятная Которая будет мешать Трейду сильно Но все же Поэтому Тут с игрой Тоже скалы Скалистая территория Досталась нашим Так В 내 opinion Как эксперт Кастер Что ты Что значит Викториус Привет Привет Велком 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 Так Велком Велком То есть И Часто Немножко Можете Извините Хитавра По ТС Рашам Итак, здесь у нас прибегают кони Ну вот, появились кони, появились анагры И что вы будете делать, дорогие адвенчуры? А приключенцам делать особо-то и нечего Потому что пламсы хоть и крутые, но... Тут рыцари с бронёю Рыцари с бронёю И даже такая пачка пламсы не способна коней убить По-моему, это джи-джи, друзья мои Увы, но, по-моему, здесь уже не вытащить Потому что при отсутствии коней У нас оба сида апаются в имперскую эпоху Да уж Вар у нас, конечно, играет в 3 ТЦ, вроде как подбумливает Да и у стихи вроде как неплохое количество крестьян Но, но сида здесь показали себя круче В плане экономики они гораздо лучше себя чувствуют Мы видим, что у нас наши ребята ещё и потеряли довольно много юнитов В отличие от их оппонентов Так что... Ну, не знаю То есть главная проблема сейчас это вот эта пачка коней Просто некому, некому делать коней Классик сейчас продолжает упорно строить СА СА против паладинов В дуэльных играх они ситуативно могут зайти Если СА много, паладинов мало Или если вы чувствуете, что у вас преимущество по экономике Мощное очень преимущество и противника надолго напалов не хватит Эх, ну... Ну что же А тут у нас... Ну преимущества по экономике нет Тем более условно бесконечное золото Серьёзно будет помогать Помогать кто-то оху И в итоге... Ну а что делать теперь? Пики? Ну... Пики можно, конечно, теоретически Ну смотрите, он уже убил 15, потерял 3 И у него сейчас армия 36 юнтов-то больше, чем у кого-либо ещё То есть он просто может своих коней как мясо использовать У него тут уже раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть конюшен А тут даже баллистики нет Не, тут уже джи-джи, друзья мои Я не верю, что наши будут ещё поступить в ситуацию То есть да, у них вроде как ещё база-то жива Их никто не давит особо Но! Но! Кони, друзья мои Кони! Я не вижу, чтобы кто-то делал мувы на коней А здесь у нас скоро будут, между прочим Уже Кавалеры Сида Ахайва начинает ставить замок То есть уже начинает добавляться Мангудай скоро Условно Условно начинает добавляться Мангудай Итак, ну Кони вроде ищут лазейку Здесь, к счастью, есть завол А нет, дырка всё-таки есть Вот это вот фейл, кстати Это фейл И в итоге сейчас классика просто начинает вырезать Ко-моему, и тут дырка уже, в принципе Ну что же, печально это видеть, печально Здесь у нас, правда, залетают орлы Гойные-орлы, в принципе, против кавалеров могут и сработать Но что же, рейд на рейд, баш на баш Здесь у нас броня плюс 4 То есть это у нас получается 2 плюс 4 Урон по 2 от каждого выстрела По 2 от выстрела, Карл У нас скоро и рад, что такими темпами поумирают Куляция, да, пишется GG Ну как-то он быстро, по-моему Хотя... Ну да Наши сдаются, примечательно, что наши 2 последних игрока GG не написали Ну что же, 3-0, увы, но наши нем смогут набрать за эту встречу ни одного очка Правда, осталась еще одна игра Ну так, на всякий случай На всякий случай ее проводят, как говорится Итак, экономическая экономика Экономическая статистика Технологическая 3-0, напоминаю, счет Все довольно быстро случилось И опять же, кони зарешали Не было коней Об этом я говорил с самого начала И, к сожалению К сожалению, но Все закончилось весьма и весьма печально Итак, и наконец, последняя игра на сегодня Потому что мы уже довольно долго сидим, на самом деле Так, дэв считается 1 к 1 Ну да Все верно А так и дэв считаются 1 к 1, насколько я помню То есть, по-моему Не, если Вроде да, слушай Так, довольно интересная карта, как выглядит Так, а, CM-мапак Наши выбрали Выпала им вот такая вот необычная карта, друзья мои Посмотрите Вроде как помесь синома, да и золотой лихорадки Потому что куча золота и камня в центре находится Но в то же время и воды довольно много И поэтому ее тоже нужно занимать Да и еда там есть Можно ее тоже будет по максимуму использовать, я считаю Поэтому, в принципе, довольно любопытная вещь Довольно любопытно все выглядит и многообещающе Что ж, давайте посмотрим на расположение игроков На востоке расположились сиды На западе расположилась наша команда Эдвенчуры Стики фингерс, майя На этом фланге В покесе находится Classic Pro И, наконец, монгол Вариор здесь С этой стороны мы видим Гунна Хевена Тут монгол Кутатаох Кутатаоха Кутатаоха Давайте посмотрим, что у нас будет дальше Происходить Потому что, ну, развитие, в принципе, так как есть стартовый таун-центр Думаю, будет довольно оперативно Вот здесь, кстати говоря, это песок На нем нельзя ставить, по-моему, здания Но можно ставить ограды Такие там, ну, знаете, стеночки и так далее Так что это тоже стоит учитывать И здесь, кстати, говорят, что важно еще Могут плавать Могут плавать Кто? Правильно, могут плавать корабли Что-то я заговариваюсь уже По пику циф у нас игроки Тоже зеркальные, в принципе Привет, White Wizard Нельзя так рано стримить Люди же спят еще Можно, можно Вот самое время Просыпаться по будильнику пораньше Чтобы, так сказать, все было Хорошо и вовремя Так что Не переживай Не переживай, White Wizard Все можно Даже нужно Потому что, понимаешь Я тоже люблю иногда и поспать до 12 Но это, знаешь, получается, что Целое утро, часа 4, коту под хвост Когда уже можно было, нет Карклава можно, а не тебе, нет Вот слушай Замолчи со своим карклавом Понятно? Мне тоже можно Когда хочу, тогда я стримлю Представляешь? Стример и стримит, когда захочет Совсем расповеслался, да? Ужас Просто жусть Итак, охотник, между тем Подводит кабана Я, кстати, друзья, представляете Сегодня чуть собственный стыд не проспал, да? Просыпаюсь на часах 9 часов А я обещал в это время уже начинать Думаю, ну е-мое Как же так? Ну, пришлось за завтраком Настраивать трансляцию Потому что пока то-то сё К счастью, уже в В 9.30 был готов Правда, немножко сонный всё ещё Надеюсь, это было не сильно заметно Да, неважно эко Совсем неважно, поверь мне Итак Ну, слушайте Развитие идёт Я, правда, как-то упустил его немного из вида То есть то, что делают игроки У нас Варьер Монгол будет играть здесь Против Гун Хевена С этой стороны мы видим Стики против Против Майи Бэтбоя В плане постановки доков Ну, тут у нас ставится док Здесь Вот у нас Ну, сам даже спал в это время А ещё и других заставляет так рано вставать Ну, понимаешь, на самом деле это плохо То есть спать до 12 Это не совсем то, что Не совсем то Опять же, повторюсь Слишком много времени уходит То есть пока ты Потому что когда ты встаёшь в 12 Ты пока проснёшься Пока там Умоешься, не знаю Позавтракаешь Хотя некоторые в это время уже обедают Тут уже Считай, 2-3 часа дня Ну и что? Это уже ближе к вечеру дело А вечером спать надо Ну и получается, что Как-то день Бестолково проходит А так с утра и постримить можно Дальше я пока стримлю Проснусь Отдохну, можно сказать Уже на свежую голову За учёбу Если ты вечером часов до 3 Ну если ты вечером часов до 3 Что-то делал То ни хрена не проспал Не проспал Ну слушай Вечером часов до 3 Это уже, во-первых, ночью Хотя кого я обманывал Вообще-то Вообще-то сейчас Примерно в пол третьего ночи Рассвет начинается Поэтому это уже утро Это уже утро Потому что в 3 часа ночи Уже вовсю светит солнце Вайт Визард По идее Тибета У тебя это ещё раньше должно быть Не намного, но раньше Так что здесь всё логично И всё равно И всё равно Я встаю обычно В указанное время Потому что если я делаю что-то До 3 часа ночи Это значит, что дедлайны горят И на следующий день Мне нужно срочно Либо какой-нибудь БДЗ Либо какой-нибудь коллок Им надо сдавать И всё равно Хочешь, не хочешь Приходится сдавать в 7 часов утра В Питере живёшь, что ли? В Эйди Да нет, в Москве В Питере там вообще по идее Сейчас белые ночи во всё идут А в Москве Закат примерно Часов в 11 Рассвет Где-то в полтретьего В 3 уже Ну Светлеет небо Не так, что появляется солнце А именно светлеет небо Светлеет небо Птицы поют Знаете, так хорошо Сразу на душе становится Где-то в 3 светает Так Чё-то тоже у Москвы В 3 часа ночи Темень темнющая Ну знаешь Я могу это, знаешь, как оправдать У меня рядом с окном Нету большого количества фонарей И поэтому они меня не слепят Поэтому В Эйди Может быть у тебя там просто под боком Где-то прямо фонарь И из-за этого Ну и вообще, кстати говоря Зеленоград Это на отшибе несколько И небо не так засвечено То есть Может из-за этого Может все из-за этого Ну и так Размышления Итак, постепенно у нас идут апы Сетбой и Варя рапаются первыми Благо, что Майя и Монгол Тин-Джин Привет Я в Москве Полтретьего Светлеть начинает Полтретьего Ну вот Значит я прав Значит я все-таки прав А Вейди Просто-напросто Где-то совсем Знаете В принципе Москва большая Может он Где-нибудь Далеко Далеко рядом с морем Находится Вот Потому что Ну вот, например Я знаю, что в Краснодаре Где-то часов в 9 Даже в июне Уже все Закат При этом Ну и естественно Светает тоже позже То есть ночь длится Большее количество времени Так, стоп А где Винч? Винч Винч играет в составе команды Aliens and Predators White Wizard Мы же это уже обсуждали Не раз на стримах Он здесь не играет Не, на противоположном конце А, ну вот Все ясно, да Ну я же говорю Москва большая Поэтому Тут все Соответственно По-другому Блин, серьезно Если брать еще новую Москву Это же Здоровенная Агломерация У нас в Тюмени Тюмеет в 11 Светает в 3 Ну Тюмень, Тюмень Вы где-то на юге Находитесь Центральная Россия Ну вот Сибирь В принципе Похоже на правду Так Я не знаю Где это вы Извини, но Я слишком мало знаю Географию Москвы Знаю только Что вот есть Ленинград Есть вроде где-то В центре Кремль А еще А еще Зеленоград И Москва Вот Все, что я знаю О географии Москвы А еще она круглая Есть МКАД И третье транспортное Бульварное Вот И метро вроде тоже есть там Самый юг Москвы А, ну окей Вот будем знать теперь Как говорится Век живи, век учись Что обсуждали там Меня почти два месяца Не было на стримах В другой русскоязычный Или в другой Он же в этих Феллендс Предаторс Это сборная Из нескольких Стран Там из Из Канады Бразилии Финляндии И России Так что Как-то так Ну раньше Был когда-то Сейчас его уже нет Сейчас Все облагородили В плане рынков В Москве Сейчас по-моему Самый большой Это садовод Примерно Как половина Твери По размерам То есть Гигантский Реальный рынок И с кем он Конкретно Блин Слушай Ну посмотри Мне лениво Мне лениво Сейчас Все опять Суждать На Любуйся Найди там Команду Аренсен Предейтерс Там Ра Еще Крис Вроде Еще кто-то Блин Я не помню уже Почему пальмы Размером с куст с ягодами Это специальная модификация Чтобы было легче Видеть за пальмами То есть Если пальмы будут большие То за ними Вот здесь Не видно ничего будет Из-за этого могут быть Различные Большие Проблемы с дырками Например Через которые противник Прорвется Или с постановкой лесопилок И прочих зданий Из-за этого Вот такую модификацию Ребята ставят Далее Тут у нас Размен Крест на вилла Вилла Креста Вот тут Кстати говоря Еще надо было бы доволить Если не хотел У нас Варьер Пускать противника Знаете Как-то очень уж Спокойно Идет Пока что Игра Тихо Тихо Хотя вот Бэтбой Вроде начинает Воевать Он уже Пятерых Убил Тут Воин Орелочек Ковыряется Нет Это не читерство Это вполне нормальное Улучшение игры Оптимизация У всех игроков Без исключения Я думаю Стоит Этот мод Потому что Действительно Изометрия игры Такова Что не позволяет Некоторые вещи Увидеть Что естественно Печально Очень Далее Здесь у нас В доках Развитие Слушайте Ну блин Как-то Тихо Мирно Очень все Происходит Хотя 16 минута Казалось бы Казалось бы Кутаок Вообще Уже В замковой эпохе Есть еще мод На сеточку Но я его не ставлю Потому что Мне он особо Не нужен Но его тоже Используют Активно Итак Далее Опять Опять Наших Подрезают Уже Правда Появляются Рыцари Спасают Даму Наверное Хотя и дама Сама тоже Способна Себя Подстоять Чуть не померла Но это Ладно уж Это уже Мелочи Итак Ну а в центре У нас Стики Фингерс Начинает Ставить Замок И таким образом Закрепляется На этой Позиции Между тем Здесь у нас Галеры Продолжают Плавать Разведывать Территорию Вообще Знаете Очень много Воды Мы здесь Видим Бэтбой Ааа Бэтбой Лодочки Режет Ах он Хитрый Подлый Коварный И жуткий Потому что На воду По моему Никто из наших Не вышел Как-то Не странно Я не вижу Например На воде Наших Наши лодки То есть Российская Команда Ну команда Из СНГ Все таки Правильно Будет сказать Там все таки Ребята Есть игроки Из Молдовы И из Украины В частности Это Классик Про Так Активно добывается Камень Здесь у нас уже Появляется и Классик Тоже Идет атака Пытаются они Проломиться К противнику А именно К Кутооху Но по моему Не успеют А я не могу Кликнуть Вот видите В чем проблема Не успеют Увы И ах Казалось бы Осталось всего лишь Чего Но вот сейчас Пламсы должны Помочь На самом деле Идут игроки Вровень по очкам Здесь уже есть Например Каменный завол В центр Наши вышли Это главное На самом деле Правда Здесь пробиться Не удалось Здесь пробиться Не удалось На севере Тоже завол Ну Центр До сих пор Никто не торопится Из игроков Вот я думаю Что в этот раз Не сработает Тактика Как будто наоха Почему-то мне кажется Что не хвастит Золото На подобные Врывы И подобные Раши Постоянные На севере Теперь же у нас Эх Вот все еще Бэтбой Продолжает резать Противника У него уже 9 трупов На его Щиту Ну а с этой стороны У нас Убивается Крестьянка Кстати А что у нас Делает Интересно Варьер Варьер Пока что Имеет Неплохую Пачку Пачку Галер Ну и здесь Пока что Просто плавает Да Вот и все То есть он Естественно Готовится Дать бой Хевену Который Здесь тоже Накопил Некислое Такое количество Юнитов Вот Варьер У нас Монгол По идее Монгол Это все-таки Чертов Монгол Мне кажется Лучше бы Сработал В качестве Бумящего Игрока Это так Гипотеза Идут Крестьяне Тоже идут в центр Здесь у нас Пока что В центр Опять же Никто не выходит Наши уже заняли Центр Но вообще Занять это одно А вот удержать Центр Это гораздо Все сложнее Отходит Очень далеко Куда-то Варьер Понимает То что здесь Уже скоро Будут боевые Галеры Ворота Нужны Ворота Срочно Срочно Ворота Король Ворот Нет Не успел Увы Но заводиться Он не успел Ну да Почему бы Нет Ну Вполне Все можно По мелководью Идут Бомбарды И сейчас Уже будет Врыв На Кутаоха Что Ему могут Подрезать Теоретически Вообще У него Опять же Довольно Плотно Стоят Ратуши Поэтому Можно Подрезать Ферму Можно Подрезать Кусочек Леса И золото То есть В принципе Золото Вот отбить Это будет Классно Но В остальном Не критичен Врыв Но Очень Неприятен Потому Что Этот Врыв Не отбивается Фактически То есть Ставится Еще и Ратуши На золоте Тут же Если Вот Суда Сейчас Умеют Ворваться Игроки То Все Будет Шикарно Но Стики Дает Куда-то На Север А Эта Гроба Дает Куда-то На Юг Так Что Кутаох Вообще Пишет Что GG Приходят Сюда Боевые Галеры Да Уж Здесь Не Очень Хорошо Ой Прижали Как Нехорошо Стики Неприятно Неприятно А вот Здесь Кстати говоря Поприезжали Уже Боарьера Который Скоро Будет В замковой Эпохе С потерями Но убегают Таки Пламса С очень Большими Потерями Револ Был быстро Оперативно Сделан Но Кони Продолжают Бегать По Вражеской Базе Правда Особо Урона Пока Что Не нанося Эх Закрываются Так Так Что По Нему Никто К тебе Не пришел И прикинь Еще и надо Закрываться Перпендикулярно Да 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 Не заплыло Это все верно Ну это Кстати говоря Не критично Но вот Вар например Решает Такое сделать Мне вот интересно А ворота А ворота Здесь нельзя По-моему Поставить На песке По-моему Ворот Не ставится К сожалению Но следить Да Нужно Грамотно За этим Песком Продолжаются Разовые Обстрелы Плюс К этому Еще И Здесь Врывы Продолжаются Учитывая Хорошую броню Рыцарей Они практически Без потери Воюют Под Таун Центрами Так Ну здесь Сейчас Можно Подрезать Попробую Галеры Why not Ну да Галеры Спасают Heaven Он пытается Спас Спас Свою Тиммейт Здесь Замол Есть А вы Что Думаю Сказку Попали Ужас Второй Замок Уже Здесь Имеется Активно Добывается Камень Продолжает Добываться Может Кстати говоря Перекрыть Проход Поставил Сюда Замок То есть Вот тут Это Так Тоже Гипотетически Чисто ГВ Короче Жизнь Тлен Ужас Печалится Чего-то Вы Отвязать Да не Наши По-моему Вполне Неплохо Пока что Пытаются Воевать Важно Что они Заняли Центр Это В будущем Поможет Почему Только Галеры Не Ауешная Атака Ауеш Не Ауешная В смысле У всех Юнитов Атака Не По-умолчанию То есть Если Ты просто Отправишь Юниту Куда-то Идти То Он Будет Идти Наплевав На Сражение Если Отправишь Его На Патруле То Они Автоматически Пойдут Атаковать Если Они Просто Стоят То Они Будут Атаковать Первого Кто Это Запись Да Это Запись Они Вчера Или Позавчера Красоты Как То У нас Варьер Разметал По площади У них Не Ауешная И Не Только У них У всех Кроме Осадки Не Ауешная Атака По площади Бьют Фулап Катафракты Это Раз Далее Бьют Еще Пехота У славян По площади Бьет В новом Наполнении Также У нас По площади Бьют Анагры Бомбарды И Не ВТ По-моему Не По площади То есть Анагры Бомбарды И Бомбардные Пушки Ну Еще Конечно Подобная Атака Есть У Скорпионов И Болистов Все Больше Ни У кого Итак Здесь Пламс Продолжает Копиться Здесь У нас Прохожая Попытка Контр Атаки У нас В Умпах Никого Нет Но Туда Уже Направляется Сетбой Но Классик Проб Будет Первее Добавляется Замок Он Пытается Уцепиться И Зацепиться За Вот Эту Территорию На Не Удастся Тут Более Крутые Пламсы Да Отменяется Замок И Отходят Крестьяне Не Удалось Что-то Какие-то Странные Правила Там В Таблице У кого-то Счет 4-0 А у кого-то 3-1 Ну Короче Там Нужно Сыгрывать Все Четыре Матча Я Согласен Немного Странно Вот Все Четыре Матча Надо Сыграть Но Если Ты Набрал Ну Победил В трех матчах То ты Уже Получаешь Три Очка Так Уже Второй Игрок Пишет Но Правда Пока Что Только Своей Команде То есть Здесь Тоже Замок Но Наши Не дают Центр Просто Не сдают Его Не пяде Ну Вообще Не знаю Если 2-2 При этом Счет То Там 1-1 Все А эти Турниры С призовыми Да Конечно 30 тысяч Долларов Призовой Фонд То есть Здесь Все Вполне Вполне Неплохо В этом Плане Еще И Четыре Не Три Не Пять Ну Это Какой Такой Свой Собственной Фич Они Подкрутили Ну Не Знаю Не То есть Понятное Дело Что Например В футбольных матчах Тоже Например Либо Четыре Очка Либо Три Очка Либо По одному Очку Они наверняка Хотели Сделать По аналогии С футболом Ну И с Некоторыми Другими Видами Спорта Но Как-то В итоге Получилось Типа Возможные Ничья Возможные Победы Тогда Уж Бел Три Надо Было Отыгрывать Хотя Стоп Не В принципе То есть Если Типа Счет Достигает Трех То Проиграли 30к Так вот Почему Вайпер На базе Зарядался Ну Да Да Знаешь Разные Турниры Проходят Вообще С таким Призовым Фондом Да Примерно Один Раз В год Чаще Не Получается Вообще Последний Ну Последний Турнир С призовым Фондом В принципе Это ДМ Турнир Там 3000 Кажется Призовым Долларов Клан Мастерс По-моему Тоже 3000 Долларов То ли 3 То ли 5 Мастерс Мега Рандом 1000 Долларов Призовый Фонд В общем Самый Крутой Турнир Это По-прежнему Борис Камен Там У нас Призовый Фонд Призовый Фонд Собран Был В 120 Тысяч Долларов Прикинь 120 Это На самом деле Уровень Мирового Киберспорта По уровню Призовых Так что Очень Вполне 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 ДМ Винч Финал Вышел Я знаю Да Я следил Как Винчи Играл Ну Наконец Он победил Татх Я за него В этом плане Очень рад Правда Это Сильвер Кап К сожалению Это Ну Это Там В разы Меньше Призовые Там Максимум 150 Долларов Призовый А В Голд Кап Там Тысяча Долларов Призовый Сравнил А есть Где Посмотреть Инфу По Турнирам Аокзон Аокзон Точка Нет Или Русаок Точка Рус Ссылки Должны Быть В описании Если Нет То Набеют Просто В гугле Аок 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 Зоне Ну Или Рус Аок То есть Там Инфа Ну Вот На Русоке Не по Всем Турнирам Инфа Там Много Местных Турниров Региональных То есть Наш Которые Мы Проводим Тоже С призовыми Фондами Даже Последнее Время Вот И все Я знаю Что ты Следил Я твои Комменты Видел А Понятно Все Понятно Но я надеялся Там Ничего На островах Спадали Сирай Хочу Сказать Так Ну Слушайте Здесь У нас По-прежнему По воде Еще Как-то Плавают Ребят Но Варя Води Готов Уничтожать Готов Бить И Уничтожать Здесь Идет Атака Уже Довольно Много Плам Сумеется У наших Ребят Золото Золото Мало Мало Ребят Из Сиды Здесь Они Естественно В этом Плане Фейлят Так Большой Визор Да Я знаю Ты Опять Изо Клани Сейчас Сидишь Бинокль Смотришь Как Обычно Итак Снова Замк Пытается Поставить Седбой Ну Ой Бэдбой Почему я Сед его Назову Постоянно Ну Знаете Тут Много Замков Уже Наших То есть Раз Два Три Четвертый Достраивается Вот Нормальное Число Юнитов Все нормально Все Вполне Хорошо И четко С этой стороны Тоже Была попытка Атаки Но Тоже Не особо Удачная Ну И Готовимся Я из подъезда Напротив Удобный Видел Ссылком По Твоей же Комменты Ах Ужас 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 Итак Ну что Здесь Замок Версес Ну По идее Джиджи Для Хотя Стойте Сиды же Лидируют Че они Джиджи Писали Себе Сами Не пытаюсь Сейчас Закомбей Уцепиться За этот Голд У них Еще Есть Ресурсы На Базах То есть Все Таки Золото Не Кончается Не Оно Кончается Но И Оно Еще Есть Правда Немного То есть Тут 800 Тысяча Золота Осталось Все Группа ВК У тебя 404 Да Ладно Опять 404 Ща Кину Стратежи Фортрас На что То Надеется Ну Они Умирают Просто Правда Пики Докум Стоп Пламса Стейт Здорово Добро Пожаловать Так И Вот Они Рыцари Паладины Уже Идут В атаку Задача Не Дать Поставить Замок Разумеется В центре У нас Варя Все Еще В Замков Эпохе Но По-моему Может Он Слингует Фиг его Знает Еще Один Замок Ставит Слушайте Но Сейчас Есть Реальная Опасность Отлететь На этом Направлении Потому Что Пробивают Пробивают Постепенно Стиги Потому Что Он Здесь Оказывается Между Двух Огней Окружен И Это Естественно Проблема Причем Довольно Ощутимая Проблема Ставится Второй Замок Уже По счету И Таким Образом Когда Упадет Этот Замок Уже Точно Будет Под Контролем Минимум Одно Золото Одно Золото Еще Так Упал Все-таки Замок Который Пытались Пытались Построить Ребята Здесь Хилен Не смог Не зарешал Не затащил На камень Также Идет Выход Подходит Сюда Паладина Но Паладин У нас Будут Воевать Под Замком Или Под Активным Обстрелом Прест Насчет АВЕ Стим Скаж Дверс На некоторых Стримах Юнты Рывками Двигаются Это Проблема Стримеров Или Движка Игры Фиг его знает Слушай Что-то Ни разу Такого Не встречал В Эжди Версии На стримах Юниты Рывками Скорее всего Это проблема Стримов Потому что Они подлаги Вот что Я тебе могу Сказать Сомневаюсь Что это Ни разу Не видел Такого Чтобы Ребята Чтобы Юниты Двигались Рывками То есть Тут Из-за Особенностей Сетевого Кода Это просто Невозможно Они просто Будут Медленнее Команды Получать Потом начнут Команды Исполнять Нету Таких Лагов Как Например Контрстрайк Которые В камне Юниты Двигаются Или Может В доте Такое Встречается Иногда Итак Паладины Между тем Здесь Вроде как Подходят Золото Ну Золото Добывается Пытается Добываться По крайней мере Подходят Новые Здесь Требы Но Кстати говоря Часть Помирает Часть Требов Помирает Но Замок Тоже Угол Здесь Интересно Замок Есть Нет Не до конца Так И в итоге Все таки Теряется Теряется Этот Этот Долк Не удалось Его удержать Под перекрестным Огнем Оказываются И здесь Юниты Постоянное Наступление И с этой Стороны То есть Если будут Здесь Ну Требы То Могут Наверное Снести Стики Здесь Замок Вполне Легко Активно Конечно же Очень Воюют Паладин У них Очень весомая роль В этих сражениях Они по максимуму Стараются Долагают Они Ходят Очень Медленно Но Не рывками Поверьте Обладателю Самым Теремоком Похандру Саоке Ну Что же Может быть Не Вообще Стой Бывает Бывают Подлаги Вру Вру Бывают Подлаги На сражениях Командных В глубоком Лейте Когда там Особенно По тысячу Юнитов Народ Поставит И играет Вот таким Лимитом Вот тогда Конечно же Конечно же Все Становится Несколько Необычно И бывают Тормоза И соглашусь Привет Л-12 Доброго тебе дня Так Наш Похоже Застроится Да Застроили Такие Этих Палов Замок Падает Слушайте Наш По-моему Выбивают Выбивают Врага То есть Вроде Как Они Пытались Замок Таки Даже Тут Поставлен Но Закрепиться Хоть на Одном Золоте Нету Возможности Мы видим Что Голд Кончился Голды То Нету В итоге Мангудаев Нету И по-моему Это Джи Друзья Замков Нету Ничего Нету А тут У нас Паладины Все Идут Идут Все Топают И топают Так что Здесь Очень Неплохо Показал Себя На самом Дик Касик Про Так Что там Варер Делает Да Фиг Его Знает Что он Делает По-моему Он Слингует Он В Касловой Эпохе До сих Пор Так Играю В Ое Ну Там Не В В Качестве Железа Дела Эко Так Почему Сиды Впереди По счету Потому Что Сиды Впереди По счету Тебе Не Кажется Это Логичным Итак Да Варер Слингует Потому Что Они Победили Три Предыдущей Игры И Поэтому Они Внезапно Лидируют Ну Слушай Тут У нас Классика Стики Тоже Довольно Стронг Игроки Я Правда Я не понимаю Почему Он Мангударев Не хочет Строить Это Для Меня Загадка Все Так Тут У нас Идет Атака Пики Плюс Тарана Опасная Ситуация Потому Что Здесь Могут Действительно Попробовать Продавить А дальше Замков Нету И Пики Придется Ну Придумать Что Подходят Сюда Плампсы С этой Стороны Должны Поддавить Вот эти Ребята И Начать Воевать Требы Я считаю То есть Комбинированное Наступление Здесь Просто Обязательно Да Тут Сковывают Сражением Паладинов Они Вовсю Там Воюют Но Здесь У нас Замок На грань Того Чтобы Упасть Подходит Еще Треб Напоминаю Да Последний Удар И Ну Это Счет Игровой А Счет Игровой Ну Счет Игровой Фик Его Знает Может Они За счет Убийств То есть Смотри Хотя Нет Что-то Убийств Не Очень Что-то Экономики Может Фиг Его Знает Эти Читерсы Какой Ну Вот Сейчас Наш Впереди Все В порядке Так Ола Кочевник Привет Рад Видеть Тебя Что у нас Народ Собирается Под конец Трансляции Итак Далее Ну Что же Продолжаются Здесь Сражения Несмотря На то Что все Меньше И меньше Замков Остается За счет Действий Флота Не Впереди Может Быть Но Я Не Считаю Да Нормально Потихонечку Учеба Стримы И так Далее Вот смотрите Уже Добавляется ЛК Потому Что Нету Золота На Мангудаев Да и Замков На Мангудаев Тоже Нету Поэтому Но Наши Кстати Говорят Все еще Сидят В обороне То есть Им Никак Не Удается Контер Атаковать Во многом Из-за Отличной Игры Бэтбоя На Воде То есть У него Вот эти Галеоны Ой Хивана Они Очень Очень Классно Себя Показывают Потому Что В 9 Утро Люди Спят Еще А не Надо Спать В 9 Часов Утро Работать Надо В это Время Да еще Я тебе Скажу Страшную Тайну Что В 9 Часов Утро Не так Жарко Стримить Представляешь Потому Что Сейчас Уже Жара Комб Греется Сволочь И это Вообще Не кайф Совсем Я тебе Скажу Не кайф А ты Всех К себе Не равняй Ну Слушай Придется Придется Равнять К себе Много Много Выход На золото Ой Золото Появилось Опасная Ситуация И более того И здесь Из-за того Что Замок Упал Здесь Тоже Золото Начинает Контролироваться Слушайте Ну Хиваны Все Еще Очень Сильны Несмотря На то Что С голдой Некоторые Проблемы Продолжаются Не стоит Их Недооценивать Стики Только Сейчас Делает Монету Стики 49 Минута Монетка Да Конечно У меня Дома Холоднее Чем Я тебе Открою Страшную Тайну Всегда Дома Холоднее Чем На улице Но Это Не значит Что Дома Не может Быть Жарко Так Ну Тут Добавляются Тоже Пики Подходят Пламсы То есть Опять Идет Контратака Сколько Вообще Это Золото Съедено Вот так На треть Примерно На треть На половину Съедено Все Так То есть Очень Все Здесь Столидно И неплохо Итак Продолжаются Битвы Врыв Дальше Идет Дальше Глубже Быстрее Сильнее И Нету Все Золото Вырезано Золото Отходит Здесь ЛК И более того Даже Не спешит В атаку Нужно Сюда Подводить Еще Голеон На мой взгляд Этих юнитов Вообще То нет Я знаешь Как часто Вижу И слышу Жалобы На то Что Дома Жарче Ну не знаю Доброе утро Владимир Бог Привет Итак Здесь у нас Тоже Продолжается Сражение Ну Паладины 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 Классик В два раза Более эффективен В два раза Больше убил Чем потерял То есть Играет здесь Очень все Неплохо Замок От Вариара Маллилуйя Монголы Где вы Он и в импах Уже Кстати говоря Ну судя по всему Решил уже отказаться От идеи слинга Хотя кто знает Но он добавляет Галеон и делает Атаку на стрелу Последняя игра на сегодня Ну думаю да Хотя может быть Еще последняя Может быть Я подумал Скорее всего да Последняя игра на сегодня Но Там дальше Дома может казаться Жарче Из-за того Что дома ветра Ветра ведут Да кстати говоря Ну потому что Прямые лучи солнца Внутрь дома Не попадают То есть Он по идее Даже не знаю От чего бреется Может быть От стена От стен От От того что Воздух надувает Теплые уже с улицы Но Прямые то лучи солнца Они Ну как не попадают Никакие сильные Что за слинг Слинг это когда Один игрок Пересылает ресурсы Другому Ну что же Наши затащили Я поздравляю Ну хотя бы Как бы Вот знаете Есть в футболе Такой термин Гол престижа Когда под конец Ну хоть как то Чтобы размочить счет Закатывается Последний гол Когда там 4-0 И становится 4-1 А тут Было 3-0 Стало 3-1 То есть Наши последнюю игру Очень неплохо показали Очень хорошо Законтролили центр В итоге вынудили Противника идти В суицидальные атаки И эти атаки Не оправдались Так На плюс 4 На 4 плюс этажах Очень даже попадают Ну слушай Я про то Что гораздо меньше Чем на улице На улице Целиком Все Все под Лучами солнца А тут Ну да Конечно там Утром косые Какие нибудь Лучи солнца Попадают Особенно если Это какая нибудь На какой стороне Больше солнца На южной Или на северной В общем Ну ты понял Что я имею ввиду Что ж Давайте Выходим отсюда Посмотрим на достижения Потому что наши Вытащили отличную игру Армейская статистика Классик Отлично сыграл Сэтбой Потерял кучу Пламсов То есть он Только потом Под конец Уже сумел Придумать Придумать Изобрести пики Вот кстати говоря Ни верблюдов Мы не видели Вместо этого Были мангудаи Ни пик Почему-то С южной стороны Никто не присылал Это как-то фейлова Итак Этажи окна на восток А ну я так понимаю По утрам у тебя Прекрасный вид открывается На восход Нихрена Не все Тень же от домов Ну Эх Ну слушай Тень от домов Бывает Есть тень от домов Бывает Нет тени от домов Но Блин Послушай Все равно На улице Всегда жарче Вот Дома Повесь градусник И на улице Даже в тени Повесь градусник И ты поймешь Насколько большая разница Там Хевен Всю команду Вытаскивал Уже долгое время Ну да Пытался он Он действительно МВП получил Но Этого Недостаточно Мы видим Что Варьер слинговал Но не очень активно Кстати говоря Он больше получил Слинга Чем отправил Как ни странно Классик его Наслинговывал Там Общественная статистика Золот Средлик И 700 получил Кутатахоа Ну что же Все таки наши проиграли Печально это конечно Но У нас впереди Будут еще Интересные сражения Надеюсь что наши Реабилитируются Ну а на сегодня Я думаю Что все Так То есть Если вы здесь впервые Разумеется Подписывайтесь на Канал Рад буду вас видеть На грядущих трансляциях Обычно я думаю Мы их по утрам Если утренние трансляции Примерно в районе 9-10 часов Они начинаются Вечерние трансляции Начинаются в 7 часов Но они будут реже Пока что проходить Что там у классика Экономика Столько Столько палов Строить еще и Слинговать Да там Экономика у него Хорошая была Но знаешь Он под конец Я думаю Слинговал Когда Варя уже Начал вступать в игру Итак Ну что же Всем удачного дня И тебе тоже Спасибо Рад был вас всех видеть Опять же Подписывайтесь на канал Вступайте в группу Вконтакте И до встречи Кстати говоря Скину я давайте Группу ВК Вот сюда Должно все будет Все работать Ну вроде как Готово Всем пока И до новых встреч Следующий стрим Ну может быть завтра Может быть Сегодня вечером Ряд Субтитры сделал DimaTorzok